Взрыв. Сильные волны оттолкнули Ван Луна на несколько шагов назад. Он не чувствовал свою правую руку, и с лицом, полным удивления, он пробормотал как это возможно. Ван Лун был чрезвычайно потрясен. Когда его рука столкнулась с рукой Чуфына, он обнаружил силу своего противника, второй ранг боевого владыки. Его соперником был только второй ранг боевого владыки. Ван Лун был боевым владыкой четвертого ранга. Но будучи боевым владыкой четвертого ранга, он был вынужден отступить от удара боевого владыки второго ранга. Это сильно его шокировало. Он не мог даже понять в чем дело. Ван Лун не был дураком. Он подсознательно знал, что его противник был непрост. Тем не менее, когда он взглянул на голое тело Лань Си, которое издавало стоны, ему стало все равно. Он схватил свое осваиваемое элитное вооружение в руки. После этого, он снова набросился на Чуфына. Он поклялся, что он войдет в Лань Ши. С его нынешним мышлением, если ему мешал человек, он его убивал. Если Будда бы пришел, он бы убил этого Будду. Никто не должен думать о том, чтобы остановить его. Катись. Однако, Чуфын не боялся элитного вооружения Ван Луна. Он начал формировать что-то в своей ладони. Вместе со своими мыслями, это что-то стало большим молотом. Он столкнул свой молот с мечом Ван Луна. С треском он заставил Ван Луна снова отступить. Хотя Ван Лун был боевым владыкой четвертого ранга, между ними по-прежнему была разница в ведении боя. Ван Лун только прорвался на четвертый уровень, так что его энергия была нестабильной. Его боевые способности также были крайне слабы, поэтому он ничем не мог ответить Чуфыну. В этот момент, Чуфын был в ярости и действительно хотел преподать Ван Луну урок. Он даже готов был убить его. Не только для того, чтобы отомстить за Лань Си, а также для того, чтобы он не навредил Суроу и другим, когда он покинет Академию Четырех Морей. У Чуфына ничего не оставалось, кроме как немедленно принять решение. Лань Си была сильно отравлена, и это был очень мощный яд. Если он не вылечит ее в скором времени, вполне вероятно, что она будет на границе между жизнью и смертью. Я пока пощажу твою грязную тушу. Чуфын указал на Ван Луна, подхватил Лань Си и вскочил. После нескольких скачков он исчез из его поля зрения. Черт возьми, Ван Лун смотрел, как Чуфын побежал прочь с Лань Си, человеком, которым он мечтал овладеть. У него почти получилось. Он действительно обезумел от ярости. Но, когда он опустил голову и увидел кровоточащую ладонь, ему пришлось немного успокоиться. Он плотно нахмурил брови и сказал низким голосом, кто же это был. Почему такой страшный человек появился в тысячелетнем древнем городе? Чуфын, который нес Лань Си, бежал очень быстро. Он мог почувствовать, что у Лань Си, которая была в его объятиях, был жар. Она протянула свою руку глубоко в одежду Чуфына, лаская его грудь. Очевидно, что она достигла состояния, когда уже совершенно себя не контролировала. Это не поможет. Яд вскоре просочится в ее источник энергии. Если это будет продолжаться, она умрет. Я не могу рисковать. Она была отравлена афродизиаком, а Чуфын изучал этот вид препаратов. Он знал, что сильные препараты внедряются в источник энергии человека. Они были вынуждены найти антидот. В противном случае они бы умерли от того, что их тело взорвалось. Чуфын мог сразу сказать, что яд в теле Лань Си был очень сильным. Ее тело взорвется, если он быстро не найдет противоядия. Таким образом, Чуфын немного успокоился. Он быстро перестал двигаться вперед и быстро создал на земле маскировочную формацию. Затем он быстро воздвиг охлаждающую формацию. После создания этих формаций, Чуфын положил в них Лань Си. Затем он активировал формации. Он хотел использовать пронзительный холод, чтобы привести ее в сознание, и чтобы избежать попадания препарата в ее органы. В то же время, Чуфын также взял специальное противоядие и скормил его Лань Си. В действительности, Чуфын подготовил его для себя. Хотя, в настоящее время, он был очень осторожным в подборе еды и редко бывал отравленным. Он уже имел опыт подобного отравления. Таким образом, он подготовил противоядие именно из-за этого. Кроме того, это было противоядие высочайшего качества. Первоначально Чуфын подумал, что оно бесполезно, но неожиданно, оно сыграло сегодня свою роль. Но Лань Си не желала с ним сотрудничать в этом плане. Она бешено дергалась и трогала Чуфына за все места. Но она не желала принять противоядие. Я хочу, хочу. Лань Си теряла все больше и больше контроля. Она даже начала срывать с Чуфына одежду. Лань Си, не надо, не расслабляйтесь, не расслабляйтесь. Чуфын закричал. Он начал принудительно заставлять Лань Си принять антидот, но увидел ее голое и манящее тело. Его ладонь вступила в контакт с ее гладкой кожей. Рука Лань Си стала неприлично двигаться. Она прикоснулась к вставшей части тела Чуфына. Самое главное, она знала, что это было. Она на самом деле схватила его и отказывалась отпустить. Вместо этого она начала поглаживать его, как если бы она хотела вытащить его из штанов Чуфына. Глава 739. В точности мои мысли. Даже если человек имеет огромную силу воли, он по-прежнему будет сталкиваться с подобной реакцией организма, когда окажется в подобной ситуации. Таким образом, в этой ситуации, Чуфына уже охватывала желание. Если бы это случилось раньше, возможно Чуфыну было бы все равно и он уже давно бы спустил штаны. Ведь это был один из способов помощи Лань Си. Он был равен помощи. Но теперь он был другим. Чуфын не был молодым и легкомысленным ребенком. Он знал, что в настоящее время Лань Си покинул разум. И он понимал, что ему не нравится Лань Си и он тоже не нравится Лань Си. В такой ситуации, сливаться телами было бы очень безответственно. После опыта с Янь Жуюй, он куда глубже смотрел на подобные вещи. Если из-за сиюминутной прихоти, он сделает то, что он не должен был делать, это возможно уничтожит жизнь человека. Это было как приняв удар, растет мудрость. Несмотря на то, что его действия спасли Янь Жуюй, если бы ее запрещенная техника не содержала демона, это было бы его ошибкой. Таким образом, Чуфын теперь понимал, что он не может иметь такого рода отношений с Лань Си. Независимо от того, как она его манила, ее действия были не по собственной воле. Она сама не знала, что творит. Все это было из-за ее того, что ее природные инстинкты были одурманены. Однако, Чуфын был другой, он был в трезвом рассудке. Таким образом, он должен был следовать голосу разума. Лань Си, простите. Наконец Чуфын взял себя в руки и ударил ее в лоб. Когда ладонь столкнулась с ее лбом, выражение лица Лань Си застыло. Затем она закрыла глаза и потеряла сознание. Она мирно лежала в бессознательном состоянии. После того, как Лань Си потеряла сознание, Чуфыну было гораздо легче ее вылечить. Через некоторое время после лечения, Лань Си наконец успокоилась. В этот момент Чуфын уже достал одеяло из специального материала и положил его на тело Лань Си. Однако ее розовое и маленькое лицо по-прежнему привлекало его. Надо сказать, у нее был довольно хороший внешний вид. Неудивительно, что Ван Лун действовал так безумно. К сожалению, независимо от того, насколько красивой была Лань Си, она не была чашкой чая Чуфына. Можно даже сказать, что чисто с визуальной точки зрения, Лань Си по-прежнему немного уступает Суру и Сумы. Что же касается Цзелинь, их нельзя было даже сравнить. На самом деле, Чуфын не имел довольно высоких требований к женщинам. Самое главное, чтобы обе стороны чувствовали взаимность. Поняв, что с Лань Си уже все в порядке, и что она, естественно, проснется через короткое время, Чуфын решил уйти. Чуфын не был уверен, что произойдет, если Лань Си проснется. Таким образом, он решил просто уйти, став безымянным героем и действовать, как будто бы ничего не произошло. Когда он ушел, Чуфын оставил маскировочную формацию, потому, что он опасался повторного прихода Ван Луна, или что Лань Си столкнется со свирепым зверем. Такая ситуация не будет слишком хорошей, ведь в настоящее время она была без сознания. Чуфын снизил силу своей духовной формации, чтобы Лань Си смогла сломать его после пробуждения. Застрять тут будет также хлопотно. После того, как он о всем позаботился, он ушел. Чуфын был очень быстрым. Несмотря на то, что седьмая формация апертуры была довольно далеко, на другом конце леса, Чуфыну удалось добраться туда до того, как зашло солнце. Я наконец-то получил седьмой ключ духовной формации. После выхода из седьмой формации апертуры, Чуфын поднял голову и посмотрел в небо. Он увидел, что, хотя солнце уже зашло, небо не стало полностью черным. Было не слишком поздно. По крайней мере, пятый день еще не закончился. Глядя на седьмой ключ духовной формации в своей руке, Чуфын почувствовал радость, которая выросла из глубин его сердца, потому что теперь подошло время открыть последнюю формацию апертуры. Взломав последнюю, он сможет найти скрытую часть древнего города. Чуфын, быстро возьмите шесть других ключей, напомнила яичко. Чуфын кивнул головой, а затем достал шесть других ключей. По анализу Эгги, при разрыве восьмого отверстия формирования в тысячелетнем древнем городе должна была появиться дверь, ведущая в скрытую часть города. Однако, дверь была опечатана. Именно поэтому после открытия каждой формации апертуры, Чуфын получил ключ духовной формации. Эти ключи имели решающие значения для открытия двери. Однако, яичко знало, что была маскировочная формация, которая была очень похожа на ту, которую открывал Чуфын. Восемь формаций апертуры, но только семь ключей духовной формации. Семь ключей могли сливаться вместе, образуя один ключ. Это имело решающее значение, чтобы открыть последнюю дверь. При входе в восьмую формацию апертуры, хотя большая золотая дверь по-прежнему будет отображаться в конце лабиринта, Если кто-то не использует ключ духовной формации, чтобы открыть дверь, восьмая формация апертуры станет неразрешимой головоломкой. Даже те, кто решил предыдущие из них, будут запечатаны внутри. Потому, Чуфын должен был проверить, объединятся ли семь ключей в один. Если бы они объединились, это доказало бы, что анализ яичко был верен. Затем, до того как Чуфын войдет в восьмую формацию апертуры, он должен будет передать ключ другому, чтобы открыть дверь снаружи. В противном случае, он не смог бы сам открыть формацию. Если бы не удалось объединить семь ключей, то все было бы еще проще. Это будет означать, что теория яичко была неправильной и внутри безопаснее, чем они предполагали. Без задержки, Чуфын взял семь ключей духовной формации. Со вспышкой они объединились в один ключ. Это сделало ключ еще ярче и более блестящим. Но в то же время, сила духовной формации в нем была сильнее. Они действительно объединились. Яичко, это означает, что твое предположение было правильным. При открытии восьмой формации апертуры, появятся двери только с помощью этого ключа. Духовной формации откроется восьмая формация апертуры. Яичко, должен сказать, что ты действительно неплохо мне помогла. В противном случае, я бы точно уже пошел и попытался непосредственно открыть восьмую формацию апертуры. Если бы я так поступил, я бы не только был заключен в тюрьму, я бы уже умер. После объединения семи ключей в один, он знал, что догадки Яичко были правильными. В то же время, он выразил свое глубокое восхищение ее познаниями. Яичко помогла ему еще раз. Хех, конечно, мои способности впечатляют. Но независимо от моего уровня силы, разве я все еще не запечатана внутри твоего пространства мирового духа и вынуждена прислушиваться к твоим командам и делать для тебя эти вещи? В конце концов, это ты тут самый сильный. Сказала Яичко скромно, но не могла перестать улыбаться. Можно было видеть, что она очень любила похвалу Чуфына, но сказала, пойдем. Посмотрим, что внутри этого тысячелетнего древнего города. Я как раз об этом думал. Чуфын кивнул, слегка улыбнулся, а затем побежал к тысячелетнему древнему городу. Глава 740. Запрещенный проход. Когда Чуфын прибыл в тысячелетний древний город, он увидел человека. Ее выражение было удрученным, ее лицо было полно депрессии, как будто у нее было много забот. Чуфын сразу же узнал это лицо. Ланьиньджи. Она сидела там, и увидев Чуфына, слегка опешила. Но потом, она быстро опустила голову вниз. Она по-прежнему имела угрюмое выражение лица, которое никак не поменялось. Когда он увидел Ланьиньджи, Чуфын только хладнокровно усмехнулся. Он знал, почему Ланьиньджи так себя вела. Это определенно было потому, что она боялась наказания Ланьси, если она узнает, что она была тем, кто помог привести этот план в действие. Чуфын не симпатизировал таким людям, что посеешь, то и пожнешь. Таким образом, Чуфын не стал ее утешать, и с прыжком он отправился к зоне отдыха Цзянушана и остальных. По дороге Чуфын распространил свою силу духа. Он обнаружил, что Ланьси и Ван Лун не было на месте. Но Чуфын, который заложил маскировочную формацию, не беспокоился, что Ван Лун найдет Ланьси. Таким образом, не делая ничего другого, он вошел во дворец. Большой брат Чуфын, ты вернулся. Как дела? В этот момент, Суроу и другие что-то обсуждали между собой. Когда они увидели Чуфына, Цзянушан и другие окружили его. Брат Ушан, возьмите это. Чуфын вытащил ключ духовной формации и передал его Цзянушану. Небеса. Большой брат Чуфын, вам удалось? Увидев ключ духовной формации, Цзянушан был несравнимо взволнован. Поскольку он тоже был мировым спиритистом, он прекрасно понимал ценность этого ключа. Лишь наполовину. Мне еще нужно, чтобы вы помогли мне с другой половиной, сказал Чуфын. Большой брат Чуфын, что мне нужно сделать? Не стесняйтесь проинструктировать меня искренне, сказал Цзянушан. В тысячелетнем древнем городе есть маскировочная формация. Оно скрывает центр города. Я подозреваю, что эта скрытая часть, весьма вероятно, связана с императорской родословной. Сейчас я уже открыл семь формаций апертуры, которые окружают город. Есть еще одна в самом городе. Однако есть еще несколько препятствий при открытии этой формации. Проще говоря, при открытии восьмой формации апертуры, дверь появится внутри древнего города. В это время, братушан, ты возьмешь этот ключ и просто откроешь дверь. Но, будьте осторожны. Я не могу быть уверен, существует ли опасность по другую сторону этой двери, так что, после открытия, не входите туда. Насколько это возможно, дождитесь меня, сказал Чуфын. Старший брат Чуфын, я понял. Цзянушан был тронут. Даже его тело дрожало. Он не боялся, он был взволнован. Когда человек достигал определенной степени волнения, его начинает трясти. Суру, с умы, старший Чжан. Оставайтесь с братом Ушаном. Чуфын сказал Суру и другим. Чуфын, ты должен быть осторожным, сказала Суру. Не волнуйтесь, у меня есть мои собственные планы. Чуфын уверенно улыбнулся, как будто все было под контролем. Тогда он сказал Цзянушану, помните, не входите без необходимости. Ждите меня. И мы. Цзянушан и другие кивнули. Вуп в то же время, Чуфын уже летел словно ветер. Никто не знал, где была восьмая формация апертуры. Это знал только Чуфын. Пошли. Цзянушан и другие также покинули дворец. Все они прыгнули вверх один за другим и встали на самую высшую точку города, ожидая появления ворот. Тем временем, Чуфын уже вошел в восьмую формацию апертуры. Она отличалась от всех предыдущих. Оно не было таким сложным, как другие. После того, как Чуфын вошел, он уже видел выход. Но выход был закрыт, и вход теперь был также закрыт. Все действительно соответствовало догадкам яичка. В этот момент Чуфын оказался там заперт. Единственные, кто могли бы спасти Чуфына, были Цзянушан и другие. В этот момент Чуфын не паниковал и не беспокоился. Он подошел к выходу, и присев сказал, братушен, все зависят от тебя. Хэм Пакачуфын говорил эти слова. В тысячелетнем древнем городе, над круглой площадью, золотое сияние вдруг поднялось в небо. В то же время, земля и весь тысячелетний древний город начал трястись. Бесчисленные разрушенные камни катились вокруг и бесчисленное множество небольших зданий рухнуло. Даже трещины появились в земле, как от землетрясения. Что происходит? В этот момент небо почти потемнело. За исключением Ланьси и Ван Луна, все остальные были в древнем городе. Таким образом, такое изменение привлекло всеобщее внимание. Однако они не понимали, что происходит. Кроме Цзянушана и других, все начали убегать от колонны света. Затем, когда столб сияния постепенно вернулся назад в землю, появилась огромная конструкция. Это была огромная дверь. 30 метров высотой и 10 метров шириной. Дверь духовной формации была огромной и грандиозной. Кроме того, в центре двери была замочная скважина. Размер и форма его, была идентична ключу в руках Цзянушана. Было очевидно, что ключ был подготовлен для этой замочной скважины. У него получилось. Большой брат Чуфен действительно слишком велик. Я не думал, что будет так легко активировать эту дверь. Видя формирование двери, Цзянушан просто не верил его своим глазам. Это было похоже на сон. Его радостные эмоции были невыразимы. Брат Ушан, быстрее открой дверь. Напомнила Сурову. Она была очень умной. Когда Чуфену была необходима помощь Цзянушана и он сам не мог открыть дверь. Она знала, что Чуфен, возможно, был в опасности. И чтобы спасти Чуфена, надо было открыть дверь. И мым, Цзянушан больше не колебался. Он быстро взял ключ духовной формации. И с Джан Тяньей и другими, они бросились к огромной двери. Что происходит? Что это? Это дверь духовной формации. Посмотрите на вещь в руках Цзянушана. Это ключ. Он открывает эту дверь. В то же время, другие внутри древнего города, увидев дверь, поспешили к ней, как раз вовремя, чтобы увидеть, как Цзянушан ее открывает. И когда они увидели это, они остолбенили, потому что они не могли понять, почему такая большая дверь появилась на этом месте, а также, почему у Цзянушана был ключ, чтобы открыть ее. Цзянушану было все равно на остальных, он беспокоился за открытие двери. Хэм, однако, все заботы были напрасны. Когда ключ формирования духа был вставлен в замочную скважину, прежде чем Цзянушан имел возможность сделать что-нибудь еще, центр двери начал крутиться. В конце концов, замочная скважина исчезла и перед ними была открытая дверь. По другую сторону двери был очень большой город. Стиль городских структур был очень похож на тысячелетний древний город. Кроме того, от них также веяло древний аурой. Однако, по сравнению со степенью разрушения тысячелетнего древнего города, здания того города были довольно новыми. Небеса. Может ли это быть ядро тысячелетнего древнего города? В этот момент все пришли в себя. Слухи были верны. Часть тысячелетнего древнего города действительно была скрыта, и дверь вела к той скрытой части. Быстрее, быстрее, пошли. В скрытой части тысячелетнего древнего города гораздо больше возможностей. Мы не можем упустить их. Вдруг кто-то закричал. Это был младший брат Ван Луна, Ван Юэ. Кроме того, как пока он закричал, он быстро помчался к двери. Как стрела, которая только покинула свой лук, он мчался в направлении к огромной двери. После крика Ван Юэ, все остальные тоже ринулись к дверям. Без каких-либо больше слов они начали бежать к двери. Даже Лань Йинь Чжи, у которой было депрессивное лицо, не являлось исключением. Но когда он увидел эту сцену, Цзянушан плотно нахмурил брови, так как по ту сторону двери были вещи, касающиеся имперской родословной. Кроме того, этот район был обнаружен Чуфыном. Как он мог позволить другим быть первыми, кто войдет? Пока Цзянушан думал об этой ситуации, Чжан Тянья, Суру и Сумы остановились перед входом в дверь. Они сказали, вам всем запрещено входить. Глава 741. На один шаг впереди. Когда Чжан Тянья и другие преградили им путь, у них резко поменялось выражение лица. Они все перестали двигаться и не решились продолжать идти вперед. В конце концов, группа Чжан Тянья имела более высокие уровни. Если группа Лю Чжин Биа столкнется с ними, они заплатят за это большую цену. Лю Чжин Биа и все другие бросили свои взгляды на Ван Юэ. Он был на восьмом уровне сферы небес, а также являлся гением, который был учеником вице-главы Академии. Но, на самом деле, Ван Юэ тоже перестал двигаться вперед. Он не боялся Чжан Тянья и других. Скорее всего, ему было плевать о них. Ему не нужно было бояться Чжан Тянья, но там был человек, которого он боялся, Чуфын. Особенно увидев доминирующий характер Чжуфына, он знал, что Чжуфын не был простым человеком. Он был очень хитрым человеком, человеком, который не боялся ни неба, ни земли. Будь это обычная ситуация, возможно, ему было бы все равно. Однако, в настоящее время он имел защиту Тайкау. Таким образом, он абсолютно точно не мог его обидеть. В противном случае, судя по характеру Чжуфына, он бы точно его убил. Ван Юэ действительно боялся, запрещено входить, на основании чего. Но в этот момент Лань Юньчжи начала говорить. Ее жестокий взгляд и властный тон. Она не проявляла ни малейшего страха, когда видела Чжан Тянья и других. Скорее это был намек на презрение. Сначала Лю Чжиньбио и другие не поняли, почему Лань Юньчжи так себя вела, но потом они догадались. Тогда, когда Чжуфын поставил братьев Ван на колени, там не было Лань Юньчжи. Таким образом, она не видела, что Чжуфын может сделать с ними. Она не знала, каким ужасным был этот юноша. Именно поэтому, она действовала столь же высокомерно, как и обычно. Ей было наплевать на Чжан Тянья и других, и, наиболее определенно, ей было наплевать на Чжуфына. На основании чего? На основании того, что мы открыли это место, таким образом мы можем запретить вам всем войти. Громко закричал Чжан Тянья. Это когда эти слова были сказаны, толпа замолчала, потому что Чжан Тяньи говорил правду. Они лично видели, как Цзянушин открыть эту дверь с помощью ключа. Катитесь к черту. Вы такие бессовестные. Это место было открыто вами? Почему бы не сказать вместо этого, что это ваш дом? Не забывайте, что это место принадлежит всем. Это земля Академии Четырех Морей. Как ученик Академии Четырех Морей, если я хочу войти, я захожу. Никто не вправе меня останавливать. Лань Йинджи была несравненно заносчива. Она даже бросилась прямо к Суроу, с умыслом, если Бог закрывает мне путь, я убью Бога. Если Будда закрывает мой путь, я убью Будду. Однако, когда Лань Йинджи хотела оттолкнуть Суроу в сторону, произошла удивительная сцена. Суроу предстала перед Лань Йинджи как фея. Затем она замахнулась своей белой рукой и с треском мощно ударила Лань Йинджи по лицу. Только после того, как Лань Йинджи несколько раз прокрутилась, она пришла в себя. Ты смеешь ударить меня. Глаза Лань Йинджи наполнились яростью, и она заскрежетала зубами. Если вы решитесь сделать еще хоть один шаг, я дам вам знать, что я действительно с вами сделаю. Выражение лица Суроу было спокойным, но в ее красивых глазах были два леденящих луча, которые могли заморозить что угодно. А в тот момент, Лань Йинджи невольно отступила. Она на самом деле боялась. Несмотря на то, что она не знала почему, она действительно боялась. Глядя на ее удивленное выражение, Сумы и сладко улыбнулась. Хотя ее старшая сестра никогда не проявляла свой характер, она знала, какой она была на самом деле. Роусу была спокойна и резко. Когда ей не хватало силы, она терпела, но когда она имела достаточно силы, она не опускалась до уровня своего противника. Она была не такой теплой и доброй, какой казалось. Ха-ха, тысячелетний древний город открыт, я действительно пришел к большой удаче. Однако как раз в тот момент, вдруг раздался чей-то голос. Когда они посмотрел, лица Цзянушена и других изменились, потому что они мгновенно узнали в том человеке Ван Луна. Большой брат Ван Лун, вы пришли в идеальный момент. Эта сука посмела ударить меня. Быстро помогите мне преподать ей хороший урок. Когда она увидела Ван Луна, Лань Йинджи сразу же обрадовалась. Она действовала, как будто увидела своего спасителя и немедленно попросила у него помощи. Если вы скажете мне, Ван Луну, полюбить эту красоту, то я могу. Но ударить ее, как я могу это сделать? Однако, Лань Йинджи не ожидала, что Ван Лун не станет помогать ей с расправой. Более того, она была шокирована тем, что он улыбался, смотря на суровые суммы. Действия Ван Луна сделали лицо Лань Йинджи бледным от гнева. Она была почти взбешена. Они с Ван Луном долгое время поддерживали отношения. Она даже помогла Ван Луну навредить ее сестре. Тем не менее, в настоящее время Ван Лун относился к ней таким образом. Она не могла этого принять. Но, красавец, я могут отпустить. Мужчинам, с другой стороны, этого не нужно. Умрите. Вдруг, выражение Ван Луна стало холодным. Он выпустил сгусток энергии из своего тела, который выстрелил в направлении Цзянушана и Чжан Тяньи. Дерьмо. В этот момент, лица Чжан Тяньи и Цзянушана сильно изменились. Хотя это было только давление, он был боевым владыкой четвертого ранга. Они смогли почувствовать, какая огромная сила содержалась в этом ударе. Они не смогут ей противостоять. Ван Лун действительно хотел, чтобы они умерли. Хэм однако, когда Чжан Тяньи и Цзянушан уже думали, что умрут, два сгустка энергии спустились с неба. Они заблокировали энергию Ван Луна. Бум-бум. Могущественные ударные волны были результатом их столкновения. Хотя они заблокировали основной урон, они все равно получили его часть. Они были вынуждены отступить на несколько метров назад, но к счастью, они получили лишь легкие ранения и были в порядке. Лань Си. После столкновения, все, наконец, обнаружили, кто спас Чжан Тяньи и Цзянушана. Это была Лань Си. В этот момент цвет лица Лань Си был немного бледным. Ее тело также было сильно ослаблено и выражение ее лица было нездоровым. Однако, в этот момент, она действительно стояла на площади. Она стояла не слишком далеко от Ван Луна. Ван Лун энергии было достаточно, чтобы убить их обоих. Вы собирались убить учеников своей же академии? В ярости сказала Лань Си. Убить их? Если бы я действительно хотел их убить, они бы еще были живы? Когда он увидел Лань Си, Ван Лун хладнокровно фыркнул и не сказал больше ничего. Он знал, что действие яда в ее теле закончилось. Он больше не имел каких-либо шансов на выполнение противоправных действий. Кроме того, по сравнению с Лань Си, город перед его глазами привлекал его куда больше. Таким образом, он взмахнул своим большим рукавом, а затем повел толпу прямо в дверь духовной формации. Глава 742. Чудовищные звери. Увидев, что Ван Лун вошел, Ван Юи и остальные последовали за ним в тысячелетний древний город. Лань Ин Чжи шла особенно близко к нему. Она не обращала внимания на свою сестру, потому что не осмеливалась сделать что-то не то. Сейчас она даже не осмеливалась взглянуть на Лань Си, потому что она чувствовала вину в своем сердце. Она боялась смотреть сестре прямо в глаза, боясь, что Лань Си увидит ее сердце. Когда они столкнулись с Ван Луном, у которого были глаза тигра, и он злобно на них смотрел, суровые сумы, естественно, не посмели останавливать его. Они быстро отошли с дороги, боясь Ван Луна. Однако, когда Ван Лун подошел ко входу, он внезапно оглядел все вокруг и с насмешкой сказал Тзяну Шаной Чжан Тянье, скажите это мальчишке Чуфыну. Тебе лучше не идти. В противном случае, после того, как он войдет, обратного пути не будет. Сказав эти слова в очень высокомерной манере, Ван Лун разразился безумным смехом, как будто он насмехался над тем, какими бессильными были Чуфыны другие. Однако, казалось, будто он просто срывал на них злость. Во время смеха Ван Лун и остальные вошли в скрытую часть древнего города и продолжали двигаться вперед. Они постоянно увеличивали расстояние между собой. Вы видели, как ведет себя Ван Лун? У него появилось намерение убивать. Не говоря уже о входе, даже если вы останетесь в древнем городе, когда он увидит вас снова, думаю, что он будет атаковать. Прислушайтесь к моим словам и не идите. Кроме того, не позволяйте входить Чуфыну. В противном случае, даже я не смогу защитить вас. Лань Си не знала, что дверь была открыта Тзянюшинам и другими, но она знала, что это за место, центральная часть тысячелетнего древнего города. Потому она не колебалась. После искреннего предупреждения Тзянушина и остальных, она последовала за Ван Луном. Она не хотела упускать такую редкую возможность. Однако, когда они ступили через дверь, как свет появилась чья-то фигура, спускаясь на открытую площадь. Когда они увидели этого человека, независимо от того, кто это был, либо Тзянушин, Джан Тяньи или Суроу, или же Сумы, все были рады. Все тревоги на их лицах сразу же исчезли, заменяя их на бесконечную радость, потому что этим человеком был Чуфын. Чуфын, ты не ранен. Это действительно здорово. Увидев Чуфына, и Суроу, и Сумы заключили его в объятия. Сразу стало понятно, как они беспокоились о безопасности Чуфына. Иначе они бы так не среагировали, увидев, что Чуфын в полном порядке. Что касается Джан Тяньи и Тзянушина, они среагировали так же. Они не были идиотами, а наоборот, очень умными, поэтому они понимали, как рисковал Чуфын, открывая восьмую формацию апертуры, даже если Чуфын не говорил этого. Поэтому они так сильно беспокоились. Старший Чжан, братушан, кто ранил вас двоих. Пока Чуфын обнимал двух красавиц в своих объятиях, он посмотрел на двух братьев. Тзянушина и Чжан Тяньи. Когда он увидел несколько ран на их телах, и даже следы крови на уголках ртов, его брови мгновенно нахмурились. В его глазах появился пронизывающий холод, и его переполняла ярость. Это был Ван Лун. Он не только напал на нас, но даже сказал, не входить нам, иначе мы не вернемся, сказал Чжан Тяньи. Тзянушин молчал. Все, о чем он волновался больше всего, было. Получив шанс найти ответы, связанные с императорской родословной, посторонние позарились на его добычу. Самое главное было то, что у них не было силы, чтобы сражаться с такими людьми. И, услышав слова Чжан Тяньи, Чжан Тяньи, Чжан Тяньи не стал тратить пустых слов, и его выражение лица не так сильно поменялось. Как будто он этого ожидал и сказал, идемте. Старший брат Чжан Тяньи, не делай этого. Однако, в этот момент подошел Тзянушин. Он встал перед Чжаном и сказал, старший брат Чжан, я знаю, что вы все делаете все ради меня, но я не могу позволить тебе войти. Ван Лун намерен убивать, и если мы войдем, он определенно убьет нас. Я не хочу, чтобы это отразилось на всех только из-за моего эгоизма. Я-я уже решил, что не хочу эту императорскую родословную. Когда он говорил эти слова, выражение лица Тзянушина было полно боли, потому что для него это императорское родословное имело большое значение. Однако, он четко понимал, как много опасностей ожидало в центральной части тысячелетнего древнего города. Он не хотел, чтобы его желание вытого принесло боль остальным, поэтому у него не оставалось выбора, кроме как сдаться. Это было чрезвычайно болезненным шагом, который нельзя игнорировать. Брат Ушан, ты думаешь, что твой старший брат Чжан, то есть я, боится Ван Луна? С улыбкой спросил Чжан. Старший брат Чжан, что ты имеешь в виду? Тзянушин и остальные были ошеломлены, когда услышали это, и в то же время их взгляды наполнились шоком из-за слов Чжан. У них уже были догадки. Ох, когда он столкнулся со взглядами толпы, Чжан сразу не ответил, а вместо этого сказал, «Разве вы не хотите знать, на каком уровне находится моя культивация? Когда мы поймаем Ван Луна, я дам вам знать». Сказав это, Чжан изящно повернулся, развивая по ветру одежду и пошел прямо к двери духовной формации. Видя это, суровые ребята посмотрели друг на друга, а затем их рты изогнулись в улыбки. Несмотря на то, что Чжан ничего толком не сказал, они все знали, что он абсолютно уверен в победе. Меньше чем за полгода, молодой человек, покинувший континент девяти провинций вместе с ними, вырос до чрезвычайно устрашающего уровня. Поэтому суровые ребята не стали задавать вопросов. Они последовали за Чуфыном через дверь духовной формации и вошли в центр тысячелетнего древнего города. Хотя центр был чрезвычайно огромным, но учитывая скорость Чуфына и других, он не был таким уж и большим. Кроме того, сразу же после прохождения двери духовной формации можно было обнаружить широкую и большую дорогу. Прямо по пути находился могучий и впечатляющий дворец. Этот дворец нельзя недооценивать, можно сказать, что это было прекраснейшим строением тысячелетнего древнего города. А так как они не были дураками, можно было сказать, что это являлось наиболее важным местом. В этот момент, двери дворца были почти открыты, ясно показывая, что Ван Лун, Лань Си и остальные ребята уже вошли. Естественно, Чуфын и другие не могли тратить время, в противном случае, если Ван Лун и те ребята воспользуются преимуществом, это будет не очень хорошо. Ах, бум-гул-гул, однако, до того, как они успели вступить во дворец, прозвучали рев зверей и оглушительные взрывы. Одновременно с этим из дворца повалил густой дым вместе с ударными волнами. Рассейтесь. Чуфын махнул рукой, когда увидел это, тем самым разгоняя налетевшие волны. После того, как они вошли, они посмотрели внутрь. Не говоря уже о Суру и остальных, даже выражение лица Чуфына застыло, он был в шоке и очень удивлен. Помещение дворца было очень большим. Ван Лун и Лань Си были внутри, но Ван Юэ, Лань Йинь Чжи и ребята бежали в сторону Чуфына с лицами полными страха. Когда они увидели Чуфына, они были очень сильно напуганы. Они были вынуждены поменять направление и побежали в сторону угла дворца. Причина, по которой они так поступили, являлся чудовищный зверь, находившийся в конце дворца, у которого было огромное тело и подавляющая сила. Чудовищный зверь был высотой в 10 метров, а его длина составляла дюжину метров. Перед ним люди были такими же мелкими, как муравьи. Кроме того, его глаза были кроваво-красными. Бушующее пламя окружало его тело, когда он яростно атаковал. Когда наступала очередная атака, она сотрясала небо и землю, а один рев встряхивал мир. Мощь чудовищного зверя была огромной, а сила ожесточенной. Это было тем, что Чуфын никогда раньше не видел, и, определенно, самым жестоким зверем, которого он видел. Перед ним Ван Лун и Лань Си сейчас объединяли свои силы и сражались против него. Но даже два боевых владыки 4-го ранга испытывали давление, когда встретились с чудовищным зверем. Глава 743. Алтарь крови. Этот чудовищный зверь был очень сильным. Несмотря на то, что он был боевым владыкой 3-го ранга, он подавлял боевых владык 4-го ранга, Ван Луна и Лань Си. В этот момент все были ошеломлены. Там даже находилось много людей, которые были сильно напуганы, потому что битва между боевыми владыками не была тем, в чем они могли участвовать. Даже простой отголосок такой атаки будет достаточен, чтобы убить их. Сейчас единственным человеком, кто мог еще оставаться спокойным, был Чуфын. После того, как он привел суровые ребят во дворец, они не стали идти дальше. Они стояли на обочине со скрещенными руками на груди, молча глядя на сцену, развернувшуюся перед ними. Особый стражник, так Чуфын назвал чудовищного зверя. Он обнаружил, что этот чудовищный зверь был непростым. Его глаза были кроваво-красными, источавшие не только ярость, но и некоторую особенность, как если бы ему промыли мозги. Кроме того, несмотря на чрезвычайно мощную силу, позволявшая ему сражаться с противниками на уровень выше, сила внутри его тела была очень слабой. Судя по информации, полученную им из различных областей, Чуфын пришел к выводу, что чудовищному зверю промыли мозги. Вместо того, чтобы говорить, что этот чудовищный зверь был впечатляющим, точнее было бы называть его кровожадным свирепым зверем, который убивал всякого, на кого падал его взгляд. Нельзя отрицать того факта, что это был чудовищный зверь. Кроме того, внутри тела чудовищного зверя текла благородная кровь. Но это все было бесполезно, так как ему промыли мозги и он был запечатан в течение долгого времени, только по этой причине он выжил до этого момента без еды и питья. К сожалению, он уже слишком сильно ослаб, чтобы стать инструментом для убоя. Вместо того, чтобы говорить, что это было телом полной жизни, точнее будет сказать, что он был предметом, которым мог овладеть кто угодно. Поэтому Чуффин сделал некоторые домыслы, что чудовищный зверь, возможно, был настоящим мастером тысячелетнего древнего города. Но сейчас он был защитным инструментом для других. Бумуау вдруг раздался еще один оглушительный взрыв. Сразу после этого устрашающий чудовищный зверь испустил крик. После того, как его тело покачнулось несколько раз, оно упало на землю вместе с Гулом. Он умер. Устрашающий чудовищный зверь с огромным телом и подавляющей силой был убит объединенными усилиями Ван Луна и Ланьси. Но в этот момент их лбы были залиты потом и они тяжело пыхтели. Очевидно, что у них заканчивались силы. Силен. После всего этому чудовищному зверю не хватало интеллекта. Если бы у него был интеллект, и он мог использовать разнообразные навыки, вкупе со своей родословной, то его боевые способности улучшились бы в несколько раз. Возможно, даже Ван Лун и Ланьси вместе взятые не смогли бы победить его. И это истинный мастер тысячелетнего древнего города? Кажется, что эта группа была действительно весьма сильна. Но, к сожалению, неважно, какими сильными они были, все теперь в прошлом. Чуфын вздохнул в своем сердце. Не думал, что ты все же посмеешь войти. Разве те мальчишки не передали тебе мои слова? Вдруг раздался ледяной голос. Это был Ван Лун. В этот момент Ван Лун обнаружил Чуфына и остальных ребят. Со взглядом, полного жаждой крови, он смотрел на Чуфына. Кроме того, он улыбался. Это была гордость, полученная от победы над чудовищным зверем, и радость от того, что он увидел Чуфына. В этом месте был идеальный шанс, чтобы убить Чуфына и смыть его унижение. Хе-хе. Когда они услышали те слова, Лю Джиньбиа, Ван Юэ и другие поняли намерение Ван Луна. Когда они посмотрели на Чуфына, их глаза были полны злорадства и удовольствия. Они почувствовали, что для Чуфына вскоре наступит бедствие. В этот момент, за исключением Лань Си, чьи брови были сильно нахмурены и полны беспокойства, люди, стоявшие в толпе, улыбались, как будто ждали хорошего представления, где Ван Луны забьет Чуфына. Грохотно до того, как Чуфын успел ответить, дворец внезапно начал сильно дрожать. Кроме того, в одном конце дворца появились кроваво-красные знаки и быстро распространились по всему пространству. Что это? Это была формация. В этот момент формация была активирована, а вещью, что ее активировала, являлась кровь чудовищного зверя. Когда кровь текла по поверхности земли, она рисовала формацию красного цвета. В то же время закрылся вход во дворец. Сияние распространилось везде и, в конце концов, вокруг всего дворца появились более тысячи чудовищных зверей. Небеса. Что происходит? В этот момент все начали паниковать, потому как каждый чудовищный зверь имел уровень культивации боевого владыки. Из этих зверей, по крайней мере, сто имели третий ранг боевого владыки, и исходя из их внешнего вида, сразу стало ясно, что они были того же вида, что и тот зверь, которого убили Ван Лун и Ланьси. Один чудовищный зверь был очень силен, но сейчас уже появились более тысячи. Как они могут быть не напуганы этим? Не говоря уже о других, даже лица Ван Луна и Ланьси изменились так, что они чувствовали, что на их пути грядет катастрофа. Чуфын. Сейчас Суру и остальные тоже были напуганы. Они сразу же подошли в сторону Чуфына. Не надо бояться. Это, вероятно, алтарь. В то самое мгновение во всем огромном дворце только Чуфын оставался спокойным, как и был до этого. Алтарь. Все изумленно посмотрели на него. Они не поняли, что Чуфын имел в виду. У этих чудовищных зверей закрыты глаза. Они не только находятся в глубоком сне, но они еще и запечатаны. Сейчас эти печати еще предстоит открыть. Но, если кровь этого чудовищного зверя закончит рисунок формации на территории дворца, все эти чудовищные звери проснутся. В этот момент нас настигнет бедствие, объяснил Чуфын. Понял. Тогда это слишком просто. Ван Лун все понял, услышав эти слова. С этой мыслью был заложен слой духовной формации. Он намеревался перекрыть путь потоку крови, чтобы не дать ей закончить рисунок формации. Безызызызы. Однако, кровь продолжила течь, как будто не было никаких помех. В белом дыму она мгновенно уничтожила духовную формацию фиолетового цвета. Он не сумел остановить поток крови. Это. Как это возможно? Ван Лун анемел, увидев эту сцену. Он не мог поверить. Его духовная формация могла даже заблокировать атаки чудовищного зверя. Но теперь, почему оно не может остановить кровь? В действительности не только он не мог в это поверить. Почти все были в шоке и в замешательстве, как и он. Глупый. Но по сравнению с удивлениями других, Чуфын презрительно улыбнулся в ожидании. Черт возьми, кого ты зовешь глупым? Ван Лун пришел в ярость, когда услышал это. Он указал на Чуфына и сердито закричал. Кто? Послушай, я зову тебя глупым. Чуфын посмотрел на Ван Луна. Каждое слово и фраза были беспощадны. Это ударяло прямо по его лицу. Я убью тебя. В этот момент Ван Лун был очень разъярен. Он тот, кто планировал позаботиться о Чуфыне, был готов напасть на него, как и говорил. Ван Лун, остановись. Если ты убьешь его, мы все умрем. Однако, прежде, чем позволить ему сделать движение, Лань Си внезапно встала и остановила попытки Ван Луна к атаке. Затем она обратилась к Чуфыну. Чуфын, что здесь происходит? Знаешь способ, чтобы исправить ситуацию? Как я уже сказал, это алтарь. Кровь чудовищного зверя является лишь катализатором. Катализатор был активирован, поэтому как можно его так легко остановить? Если кто-то хочет остановить ее, тогда они должны обменять кровь на кровь. Использовать кровь людей, чтобы заполнить рисунок формирования на земле дворца, поэтому кровь чудовищного зверя ничего не останется, как прекратить. Кроме того, область, которую занимает человеческая кровь, должна быть больше области чудовищного зверя. В противном случае формирование по-прежнему будет активировано, сказал Чуфын. Что? Использование крови людей и область, которую она занимает, должна превосходить область чудовищного зверя. Это разве не значит, что оно хочет, чтобы мы убили друг друга? Многие люди были поражены, услышав это, потому что формирование на земле было очень большим. Если нужно будет использовать человеческую кровь, то крови одного человека не будет достаточно. Более половины людей там должны умереть, чтобы это сработало. Хех, если это так, значит все не так легко, как казалось. Но пока большая часть людей были в шоке, находясь в полной растерянности и не зная, что делать, рот Ван Луна изогнулся в холодной улыбке. В то же время он устремил свой взор, полной жаждой крови, на Чуфына. Он, однако, не заметил, что улыбка Чуфына была гораздо холоднее, чем его. Глава 744. Как вы все закончите, Ван Лун, что ты думаешь делать? Чувствуя, что атмосфера накаляется, Лань Си прыгнула и приземлилась перед Чуфыном. Она хотела защитить Чуфына. Делать что? Мы заточены в этом месте. Если хотим выжить, то должны чем-то пожертвовать. Этот Чуфын не является человеком из Академии Четырех Морей. Если кто-то должен умереть, он умрет первым. Скажи, разве я не прав? Кричал Ван Лун. Когда он говорил, он окинул взглядом толпу людей, стоявших в углу дворца. Да, старший Ван Лун прав. Так как жертвы неизбежны, естественно, мы должны направить наши мечи на постороннего. Если есть люди, которые должны умереть, то Чуфын должен умереть первым. После того, как Ван Лун сказал это, Ван Юэ, Лю Чжинга и остальные согласились с ним. Они желали, чтобы Ван Лун убил Чуфына. И, когда они говорили, они приблизились к Ван Луну, ясно выражая свою позицию по его поддержке. Все вы. Когда они увидели это, не говоря уже о Суроу и других ребят, даже цвет лица Ланьси изменился. Те, у кого были глаза, могли сказать, что Ван Лун и другие думали об одном и том же, все они хотели убить Чуфына уже давно. В такой ситуации не важно, что она сказала, все слова будут бесполезными, даже ее сестра была на стороне Ван Луна. В это самое мгновение она столкнулась с невозможной битвой. Она одновременно была в ярости и бессильной. Ланьси, спасибо за твои хорошие намерения, но позволь мне самому позаботиться об этом деле. Однако, когда у Ланьси не было никаких идей, что делать дальше, Чуфын медленно вышел и схватил ее, стоявшую перед ним. Чуфын, ты. Когда она увидела, что Чуфын не боялся, но еще и улыбался, выражение лица Ланьси было спутанным. Она еще больше была обеспокоена тем, что Чуфын искал своей смерти. Он как будто знал, о чем думала Ланьси. Чуфын начал улыбаться еще сильнее. Только тогда он взглянул на Ван Луна и других. После того, как он прошел со взглядом над Ван Луном, Ван Юэ, Лю Чжинь Бя, Лань Йинь Чжи и остальным, он сказал, знаете, как закончат люди, которые желают моей смерти. Что, исходя из твоего тона, может ли быть, что ты хочешь что-то сделать нам? Презрительно сказал Ван, его тон был полон насмешки. Ха-ха-ха, по-настоящему наивен. Ты хочешь сразиться против моего старшего брата Ван Луна? Не то, чтобы я смотрю на тебя свысока, но ты все еще слаб. Когда слова Ван Луна были произнесены, Ван Юэ и остальные начали безумно смеяться, насмехаясь над переоценкой сил Чуфыном. Ха-м-м-м. Бестайкау здесь. Как ты думаешь, кто ты? Ты не более, чем мусор низкого класса. У тебя даже нет права входить в Академию Четырех Морей, а ты еще осмеливаешься бросать нам вызов? Обратился Люджиньбиа к Чуфыну, насмехаясь над ним еще больше. С Ван Луном за его спиной он был полон уверенности. Свист однако, когда Люджиньбиа перестал говорить, фигура Чуфына мелькнула. Затем он мгновенно исчез. Ай! До того, как кто-либо успел среагировать, за ними раздался крик. А глядевшись вокруг, все они были ошеломлены, а выражения их лиц сильно изменились. Все они подсознательно отошли назад, а их глаза были полны страха и ужаса. Не говоря о Ван Ю и остальных, даже Лань Си испугалась. Увидев эту сцену, шок заполнил ее круглые расширенные глаза. Это потому, что сейчас Чуфын стоял перед Люджиньбиа. Однако, в руки Чуфыни находилась кровавая голова. Приглядевшись, можно было заметить, что голова принадлежала никому иному, как Люджиньбиа. Оглядываясь на тело Люджиньбиа, хотя оно до сих пор стояло там, ему не хватало головы. И в его области шеи большое количество крови было разбрызгано повсюду. Без долгих раздумий они догадались о том, что произошло. Так как они все дразнили Чуфына, он внезапно напал и немедленно оторвал голову Люджиньбиа. Однако, нужно знать, что независимо от того, каким слабым был Люджиньбиа, он все-таки был экспертом сферы небес. Кроме того, ни один из культиваторов не был слабым, особенно Ван Лун, он был боевым владыкой четвертого ранга. Чуфына казался способен убить Люджиньбиа на глазах боевого владыки четвертого ранга. Не было ли это слишком мощно? На каком уровне был этот парень? Это был вопрос, на который все хотели найти ответ. Когда он столкнулся с шокированными взглядами, выражение лица Чуфына не изменилось. Он слегка поднял голову и сказал, вот так вы все закончите, что ты. Слова Чуфына навели ужасно Ван Юэ и других ребят. Все они продолжили торопливо отходить назад, создавая некоторое расстояние между ними и Чуфыном. Они могли сказать, что Чуфын стремился убить не только Люджиньбиа. Он намеревался убить их всех. Проклятый Чуфын, ты осмеливаешься убить ученика Академии Четырех Морей? Я вижу, что ты действительно устал от жизни, но по сравнению с трусостью других, Лань Юньчжи была довольно высокомерна. Она обратилась к Чуфыну и начала проклинать его. Ха-ха, что за шутки? Чуфын неожиданно засмеялся, услышав проклятие Лань Юньчжи. Затем он направил на нее ожесточенный взгляд и сказал, все вы всегда хотели убить меня, Чуфына, поэтому вы не можете винить меня за то, что я убиваю вас. Академию Четырех Морей, те, кто посмеют навредить мне, даже если это сын Бога, я все равно убью их. Когда она увидела ожесточенный взгляд Чуфына и его холодный тон, Гонор Лань Юньчжи мгновенно поутих, потому что она обнаружила, что он был человеком, который не боялся ни небес, ни земли. Как будто он был способен убить их всех. Старший брат Ван Лун, быстрее убей его. Отомсти за Люджиньбиа. Пока она паниковала, Лань Юньчжи могла только смотреть на него, умоляя Ван Луна о помощи. Хайм им им. Посмотрите на ваш бесполезный вид. Вас испугали 2-3 слова этого мальчишки? Ради такого мусора, как он, мне даже не нужно использовать руки. С помощью мыслей я могу заставить его исчезнуть как дым. Когда Ван Лун говорил, бескрайнее давление лопнуло из его тела и прокатилось к Чуфыну. В этот момент лица Лань Юньчжи и остальных, которые до этого паниковали, стали радостными. На таком расстоянии они смогли почувствовать, какое мощное давление выпустил Ван Лун. Силу боевого владыки 4-го ранга не следует недооценивать. Это было тем, с чем они могут сравниться. Только одно давление могло превратить Чуфына в пыль. В действительности не только Лань Юньчжи и остальные так среагировали. Даже выражение лица Лань Си сильно изменилось, потому что она чувствовала, каким устрашающим было давление. В этот момент она тоже выпустила свое давление, намереваясь спасти жизнь Чуфына. Но это было бесполезно, так как уже было поздно. Ван Лун находился слишком близко к Чуфыну и он также знал, что Лань Си сделает свой ход. Поэтому, когда он сделал свой шаг, это был убийственный удар. Когда давление Лань Си хлынуло, давление Ван Луна уже прибыло и столкнулось с телом Чуфына. Но, так как уже все считали, что Чуфын несомненно умрет, они увидели улыбку на его лице. Вдруг он начал двигаться. Он не отступал, а даже пошел прямо на давление. Что больше всего шокировало всех, это то, что он бросился в давление. Оно его не только не ранило, но и его выражение лица не изменилось. Давление было даже не в состоянии ограничить его скорость. И наконец на глазах толпы Чуфын встал Перел Ван Луном. Затем он протянул ладонь и внезапно махнул ею. Он направил свою ладонь на лицо Ван Луна. Когда он встретился с атакой Чуфына, Ван Лун был застигнут врасплох. Вместе с громким звуком боевой владыка четвертого ранга получил пощечину от Чуфына. Он был подброшен в воздух, прежде чем упал обратно. Глава 745. Ван Лун мочит штаны от испуга. Небеса. Это все были ошеломлены, когда увидели такую сцену. Чуфын повалил Ван Луна, боевого владыку четвертого ранга, на землю. Это было действительно мощно. До этого они только догадывались об уровне культивации Чуфына. Они полагали, что Ван в лучшем случае находился на пике сферы небес. Но они никак не ожидали, что Чуфын достигнет такой силы, что будет способен победить боевого владыку четвертого ранга. Нужно сказать, что сила Чуфына сильно шокировала толпу, особенно Лань Линьджи, которая вела себя столь же высокомерно, как Иван Лун. В этот момент на их лицах уже не было ни уважения, его заменил бесконечный страх. Они осознали, каким устрашающим и сильным был Чуфын. Высокомерие этого молодого человека не было напускным. У него на самом деле была сила, способная поразить Ван Луна. Боевой владыка второго ранга. Я не ожидал, что он будет боевым владыкой второго ранга. Он уже в таком возрасте достиг этого уровня, но, даже если он боевой владыка второго ранга, он не сможет победить Ван Луна. Его боевые способности слишком своеобразны. Многие люди не могли определить культивацию Чуфына, но Лань Си могла. Когда Чуфын начал двигаться, она смогла определить его культивацию. Его второй ранг боевого владыки глубоко потряс ее, но, что еще больше удивило, это то, что Чуфын повалил на землю боевого владыку четвертого ранга. Не было похоже, что он исчерпал все свои силы. Взрывай. Когда они все еще были поражены силой Чуфына, прозвучал другой крик. Они обнаружили, что Чуфын снова атаковал Ван Луна. Его нога яростно давила на грудь Ван Луна. Ван Лун, обладавший таким внушительным четвертым рангом боевого владыки, исчерпал силы, чтобы отбиваться. В действительности, если бы они сражались нормально, даже если Ван Лун не смог бы победить Чуфына, он все еще мог оказать сопротивление. По крайней мере, он мог какое-то время сопротивляться. Но сейчас он не мог. Он был слишком беспечен. Он ни во что не ставил Чуфына, что привело к тому, что он принял такой сокрушительный удар. Хотя удар Чуфына со стороны казался простым, он был объединен с техникой духовных формаций. Когда Ван Лун потерпел поражение, он не только получил ранение, но и больше половины его культивации было запечатано. В этот момент у него больше не оставалось сил, чтобы сражаться против Чуфына. Он, вне всякого сомнения, был в таком состоянии, что Чуфын мог делать с ним все, что пожелает. И Чуфын хотел добиться именно такого эффекта. Таким образом, он, естественно, не проявлял никакого милосердия. Во-первых, он ударил словно пушка, ломая все кости Ван Луна. Звуки потрескивания звучали непрерывно. Затем Чуфын ударил еще несколько раз, избивая Ван Луна до такого состояния, что он не был похож на себя прежнего. Его голова была похожа на поросячью. Когда все увидели такую сцену, их души были потрясены. Если бы это было раньше, то никто бы не поверил, что Ван Лун, один из трех гений в Академии Четырех Морей, будет жестоко избит таким человеком, как Чуфын. Но, в это мгновение, даже если они не хотели верить в это, они не могли. В конце концов, факты были перед их глазами. Однако, хотя сил Ван Луна было недостаточно, а также характер его был непредсказуем, у него по-прежнему имелось некоторое мужество. В своем сердце он был разъярен, так как был побит Чуфыном, потому что он знал, что человек, который спас Ланси и разрушил подходящий случай, был Чуфын. Он просто кричал, бей меня. Если кишка не тонка, избей меня до смерти. Если забьешь меня до смерти, даже не думай выйти за пределы Академии Четырех Морей живым. Если тебе это удастся сделать, не думай, что будешь нормально жить. Если даже убежишь на другой конец света, мой клан Ван все равно найдет тебя и разорвет тебя на мелкие кусочки. Не только ты, но и твои спутники тоже умрут. Черт возьми, ты еще смеешь прикасаться ко мне, Ван Луну? Кем ты себя возомнил? Когда Ван Лун говорил, все погрузились в молчание, потому что они считали, что Ван Лун уже труп. Они все видели превосходящую силу и мужество Чуфына. Безусловно, ему хватало смелости, чтобы убить Ван Луна. В этот момент Ван Лун не только отказывался сдаться, но даже проявлял такое высокомерие по отношению к Чуфыну. Он просто хотел умереть. Однако, толпа не ожидала, что после слов Ван Луна, Чуфын остановил направлявшийся кулак. Все были шокированы увиденной сценой. Сразу после этого Ван Лун и остальные ребята вздохнули с облегчением, потому как, несмотря на то, что каким высокомерным был Ван Лун, Чуфын не стал нападать. Поэтому все невольно почувствовали, что Чуфын испугался. До тех пор, пока он думал, что Чуфын боялся влияния Ван Луна в своем клане, Ван Юэ, который происходит из того же клана, был немного горд, потому что это значило, что семья Ван более или менее могла нагнать страх. Однако, когда произошло следующее, они поняли, что были неправы. Абсолютно неправы. Чуфын медленно встал, улыбнулся, посмотрел на Ван Луна и сказал, кто я. Хочешь знать, кто я? Тук-тук. Когда Ван Лун услышал эти слова, то почувствовал, что его сердцебиение участилось. Из глубин его сердца появилось неприятное ощущение и хлынуло вперед. Он вдруг снова понял, что стоявший перед ним Чуфын не был таким простым, каким выглядел. Но, несмотря на беспокойство, Ван Лун нахмурил брови и сказал с неугомонностью, что ты что-то имеешь в виду? Я уверен, ты узнаешь меня. Чуфын слегка улыбнулся, его внешний облик изменился и он мгновенно превратился в Уцин. Улыбаясь, он сказал, ну что, ты до сих пор уверен, что можешь стереть меня в порошок с помощью силы мысли? Т-т-т-т-т-т-т, Уцин. Увидев нынешнее выражение лица Чуфына, зрачки Ван Луна сильно расширились. Также его лицо сильно покосилось, даже тело начало дрожать. Его высокомерие мгновенно испарилось, сменившись на бесконечный ужас. Несмотря на то, что его лицо было совершенно не узнать, все еще можно было видеть, сколько страха виднелось в его глазах. Уцин. Ван Лун знал этого человека очень хорошо. Исключительный гений, который победил трех великих гениев с архипелага Кары Бессмертных в Туманном Пике, тот, кто собрал больше тысячи боевых отметок, и тот, кто превзошел мужу Ун Сюня. Независимо от того, каким сильным был Чуфын, он немного боялся его глубоко в своем сердце, но не думал, что Чуфын на самом деле посмеет убить его, если отложить в сторону Академию Четырех Морей. Сила его клана Ван была достаточно велика. Если с ним что-то случится, тем, кто был следующим на очереди главы клана Ван, даже если всему клану потребуется использовать все их силы, они отомстят за него. Поэтому, несмотря на то, кто это делает, то они должны хорошенько подумать прежде, чем убить его. По этой причине Ван Лун по-прежнему осмеливался вести себя так высокомерно, находясь в таком состоянии. Но когда он увидел Уцина, ситуация кардинально поменялась. Тот, кто пережил область боевых отметок бессмертных, испытывал глубокое уважение и страх по отношению к человеку, которого зовут Уцин. Он знал, какой подавляющей мощью тот обладал. У него была не только доминирующая сила, но и мужество. Можно сказать, что он был бесстрашным, словно небо и земля. Самое главное, что Уцин имел непостижимо сильного и таинственного мастера за своей спиной, и помимо этого мастера была также леди Цушуй, которая являлась боевым королем, защищавшая его. До того, как он вошел в тысячелетний древний город, он получил новые вести. Когда Уцин покинул Туманный пик, там находилось несколько известных людей на вершине сферы боевого владыки, которые хотели ограбить Уцина, но были убиты леди Пиамиа. Леди Пиамиа редко убивала и уж точно никогда не делала этого для кого-то постороннего. Ее действия стали предупреждением всему миру, что она, стражник Туманного пика, одна из высших фигур региона Восточного моря, взяла под свою защиту этого гения Уцина. Глава 746. Мягкосердечие женщины. Не учитывая человека, чье имя было широко известно по всему региону Восточного моря, леди Пиамиа, и не учитывая его таинственного мастера, одна леди Цушуй из террасы любителей была не тем, кого семья Ван могла легко обидеть. С точки зрения силы он уступал Уцину, поэтому он должен бояться. С точки зрения опыта, он еще больше уступал Уцину, поэтому у него не оставалось выбора, кроме как бояться. Если до этого он мог полагаться на свой клан, чтобы навредить Чуфину, то теперь он был вынужден беспокоиться о том, не пострадает ли его клан из-за его идиотских действий. В этот момент Ван Лун действительно очень сильно сожалел, как будто облизился конец. Он никогда не мог себе даже представить, что парень, которого он презирал, окажется тем, кого он больше всего боится. Нет, теперь, человек, которого боится бесчисленное множество людей всего региона Восточного моря, Уцин. Он сожалел, очень сильно сожалел, так сильно, что его кишечник поменял свой цвет, он умер от сожаления. Если бы он заранее знал, что Чуфином является Уцин, тогда даже если бы кто-то одолжил ему сотню кишечников, то он бы все равно не посмел относиться к нему так, как он это делал до этого, превращая его во врага. Ему просто не хватало смелости, чтобы произнести хоть одно слово против Чуфин, Тет и Уцин. На самом деле, не только Ван Лун был шокирован внешним видом нынешнего Чуфина. Даже Лань Си среагировал так же, потому что она сразу же узнала, чей был нынешний облик Чуфина. И когда он встретился с ошеломленным взглядом Лань Си, Чуфин слегка улыбнулся и сказал, «Старшая Лань Си, это действительно я. Мы встречались на туманном пике небеса. Он – гений, чье имя потрясло регион Восточного моря, тот, кто одержал победу над тремя гениями архипелага Кары Бессмертных и назван человеком, который превзойдет мужу Нсюня Уцин. Это как все к этому пришло. После того, как Чуфин подтвердил свою личность, почти каждый был изумлен, когда услышал о достижениях Уцина. Они знали, что он был одним из лучших в молодом поколении, тот, кто обладал сильным влиянием. И они до этого издевались и унижали такого человека. Они даже хотели его убить. Только в этот момент они поняли, какими были глупыми. Это была просто вершина глупости. Сейчас не только Ван Лун очень сильно сожалел. Даже Ван Юэ, Лань Йинджи и остальные чувствовали то же самое. Независимо ни от чего им никогда и в голову не приходило, что человек, которого они унижали, который создал ложную атмосферу, человек, который смел быть таким высокомерным, используя защиту Тайкау, окажется Ауцином, чье имя было широко известно по всему региону Восточного моря. Они действительно обидели кого-то, кого обижать было нельзя. По сравнению с их шоком и страхом, Суру и ребята были приятно удивлены и обрадованы. Они тоже слышали о достижениях Уцина и даже восхищались им перед лицом Чуфына. Когда они вспомнили об этом, они сразу начали улыбаться. Они также не ожидали, что человек, которым они восхищались, окажется им ближе всего – Чуфыном. Брат Уцин – недоразумение, чистое недоразумение. Это недоразумение. Мы встречались на туманном пике, так что ты должен знать, какой я, Ван Лун, человек. Тебе не нужно было скрывать свою личность. Если бы я знал, что это ты, как бы я посмел относиться к тебе подобным образом? В этот момент высокомерие и храбрость Ван Луна исчезли. Вместо этого он просто бесстыдно подлизывался к Чуфыну. Однако, Чуфына, уже увидевшего истинное лицо Ван Луна, даже не тронули его слова. Вскоре он сказал, конечно, я знаю, какой ты человек. Когда ты дал наркотики, Ланси готовился с ней сделать кое-что глубоко в лесу. Не забывай, кто забрал ее из-под тебя. Ван Лун – это был ты. После слов Чуфына выражение лица Ланси изменилось. Ее тело переполняло ярость и жажда крови. На ее лице было написано только одно слово – ярость. Хотя у Ланси были размытые воспоминания насчет того момента, но она точно знала, что была под действием наркотиков. Несмотря на то, что она не знала, что конкретно произошло, но ее разорванная одежда служила доказательством этого и она почти потеряла свое тело. К счастью, появился другой человек и спас ее. Только из-за этого она смогла избежать такой беды. Она также помнила это, поскольку ее тело пребывало в сильнейшей агонии и она была сильно голодна. Поэтому она невольно хотела сделать это с человеком, который спас ее. Но ей не дали того, чего она хотела. В тот момент она ненавидела его, зная то, что он не спас умирающего человека. Но теперь она была очень благодарна этому человеку, потому что на самом деле он защитил ту вещь, которая имела для нее огромное значение – ее тело. Однако она никогда не могла даже подумать о том, что человеком, желавшим сотворить с ней подобную вещь, был Ван Луном, а человеком, спасшим ее, был Чуфын. С самого начала у нее была симпатия по отношению к Ван Луну. В конце концов, он был учеником, который провел с ней многие годы. Но теперь она жалела, что сама не убила Ван Луна, разрывая его труп на миллионы кусочков. Ван Лун слегка опешил, услышав вопрос Лань Си, но в этот момент, откуда он найдет смелость объяснить ей все? Он ее не только игнорировал, но и бесстыдно улыбался, а затем обратился к Чуфыну, хе-хе, брат Уцин, я буду честным. Это я дал Лань Си наркотики. Однако этот наркотик имел очень сильное действие. Так как ты ее спас, и она жива-здорова, я уверен, что у вас были такие отношения. Да. Брат Уцин, поскольку ты уже все сделал, ты должен принять, что Лань Си очень грациозна. У меня нет слов, чтобы описать ее фигуру и чувства, получаемые, когда ты прикасаешься к ней. Даже если у тебя очень благородная позиция, Лань Си все еще считается старшей мисс клана Лань. И, чтобы иметь возможность сделать такое великое дело, это также твоя удача. Хех, хотя я не преднамеренно создал такую ситуацию, я все-таки помог тебе в этом деле. Ты должен благодарить меня. По этой причине ты должен отпустить меня. Ван Лун, какой ты бесстыдник. Когда она услышала эти слова, Лань Си стиснула зубы от злости. Изначально она думала, что судя по натуре Ван Луна, он попытается оправдать себя, но она не ожидала, что чтобы выжить, он признается, что сделал это. Он не только признался, но и взял ответственность на себя за совершенное деяние. На самом деле, даже Чуфен не знал, что сказать на это. Ван Лун фактически начал острить. Чуфен почувствовал, что Ван Лун вел себя довольно презренно и бессовестно, но в то же время выглядел жалко. Свист внезапно Чуфен схватил Ван Луна за одежду, и после того, как поднял его, как будто держал мешок с песком, бросил Ван Луна прямо к ногам Лань Си и сказал, старшая Лань Си, позаботься о нем. Младшая Лань Си, помилуй. Младшая Лань Си, прошу, помилуй. Вспомни все годы, ведь ты мне нравилась. Вспомни, что я сделал для тебя. Пожалуйста, пощади. Прошу, дай мне еще один шанс. Умоляю тебя. После того, как Ван Лун упал на землю, не обращая внимания на собственные травмы, он торопливо делал все возможные, чтобы встать и начал присмыкаться перед Лань Си. В этот момент, чтобы выжить, его ничто не волновало. Если он мог сделать это, он делал ты. И, когда она столкнулась с Ван Луном, который вел себя так, неважно, какой злой она была в своем сердце, она все еще колебалась. Потому, что за несколько лет, проведенных в Академии Четырех Морей, Ван Лун относился к ней довольно хорошо и много чего сделал для нее. Свист, но пока Лань Си сомневалась, Чуфын внезапно появился откуда-то и наступил на спину Ван Луна, тем самым толкнув его на землю. В это мгновение он схватил рукой волосы Ван Луна и сказал Лань Си, если ты не сделаешь этого, то я помогу тебе. Не-е-ет. Лань Си вдруг протянула руку, когда почувствовала намерение Чуфына и схватила его запястье. Она хотела спасти Ван Луна. Чуфын был удивлен поступком Лань Си, но затем он покачал головой и вздохнул. Женское мягкосердечие. Сказав это, Чуфын внезапно отбросил руки Лань Си и ударил свободной рукой. Брызги крови разлетелись во все стороны после того, как голова Ван Луна была отрезана Чуфыном. Глава 747. Причина для убийства. Голова Ван Луна, отделившись от тела, упала на землю, повсюду разбрызгивая кровь. Когда они увидели произошедшее, все были шокированы. Несмотря на то, что была большая вероятность, что Чуфын убьет Ван Луна, они не думали, что это произойдет так резко и так жестоко. Он поступил поистине решительно, не проявляя ни капли милосердия. Когда она увидела, что Чуфын отрезал голову и она еще катилась по земле, Лань Си только нахмурила брови. Она открыла рот, как будто хотела что-то сказать, но вовремя остановилась. В конце концов, она ничего не сказала, потому что знала, что Ван Лун заслуживал этого. Бын, 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 но в это мгновение Чуфын махнул рукой. Прозвенело три приглушенных взрыва. Ван Ю и еще два других ученика из Академии Четырех Марий взорвались и погибли, превратившись в три ярких красных тумана крови. Чуфын ударил снова и погибли три человека. Он действительно поступил так, как и говорил. Из людей, желавших его смерти, осталось только Лань Йинь Чжи. Он убил их всех. В этот момент Лань Йинь Чжи стояла на месте с пустым выражением. Ее лицо побледнело от страха, а тело дрожало. Когда Чуфын смог убить Ван Юэ, просто подняв руку, тогда с ее уровнем культивации, Чуфыну будет еще проще убить ее. В этот момент Лань Йинь Чжи сильно, очень сильно сожалела. Ее желудок сжался от испуга. Она почувствовала, что хотя она избежала катастрофы, она определенно умрет. Однако, на ее удивление, Чуфын не сразу убил Лань Йинь Чжи. Вместо этого он посмотрел на Лань Си и сказал старшая Лань Си, «Думаю, ты сама должна сделать это». Чуфын, нет, Уцин. Уцин, можешь послушать меня и дать Лань Йинь Чжи шанс? Я прошу тебя, не убивай ее. Даже если она пошла по неправильному пути, она все-таки моя сестра. Я прошу тебя, сохрани ей жизнь. Лань Си явно не понимала намерения Чуфына. Она думала, что Чуфын еще питала обиды на поведение Лань Йинь Чжи, и теперь она просила за сестру. Старшая Лань Си, ты действительно глупа, чтобы поступать так? Просить за нее? Ты действительно не понимаешь, почему, была напоена наркотиками Ван Луна? Ты не помнишь, о чем я напоминал тебе до этого? Разве я не говорил тебе, не есть беспечно то, что дают тебе другие люди, и, что ты должна иметь с собой стражника, даже когда рядом находятся близкие тебе люди? Яростно спросил Чуфын. Когда Лань Си услышала эти слова, ее зрачки внезапно расширились. В то же время ее выражение лица полностью изменилось. Она вспомнила что-то. Вскоре после этого она уставилась на Лань Йинь Чжи и сказала, это была ты? Ты предала меня. Кто еще может быть, кроме нее? Она уже была в шайке Ван Луна. Во-первых, когда она исчезла на всю ночь, она на самом деле занималась каким-то делом с Ван Луном. Они планировали, как заманить тебя той ночью, и я нечаянно услышал это. Вот почему я дал такое указание на следующий день, когда увидел тебя. Но это было бесполезно, так как ты не обратила внимания на мой совет. Если бы я не наткнулся на то, что они делали с тобой, твое тело не осталось бы таким чистым. И тот, кто нанес тебе такой вред, не иначе, как сестра, которую ты считаешь своим сокровищем, продолжал говорить Чуфын. Он рассказал все, что Лань Йинь Чжи сделала Лань Си. Когда она услышала все, Лань Си сразу же все поняла. Она вспомнила многие события, произошедшие ранее. Тогда Чуфын действительно о чем-то предупреждал ее, но она так и не поняла, что он имел в виду. Теперь, размышляя о том, что произошло, она теперь знала, что Чуфын хотел, чтобы она была поосторожней с человеком, который являлся ее собственной младшей сестрой, Лань Йинь Чжи. Но даже несмотря на то, что Чуфын уже рассказал правду, Лань Си не могла в это поверить. Гневаясь, она подняла дрожащую руку, направила ее на Лань Йинь Чжи и спросила со скрежетом в зубах, «Ян Чжи, ты действительно была в одной команде с Ван Луном и планировала схватить меня? Говори, это правда или нет?» В этот момент Лань Йинь Чжи хотела защитить себя, но увидев ожесточенный взгляд Чуфына, ее сердце дрогнуло. Она решилась не скрывать ничего. Быстро опустившись на колени с лицом полным сожаления, она сказала в слезах, «Сестра, я была не права. Прошу, прости меня». «Ван Лун заставил меня, если бы я не сделала это, он бы убил меня». «Ты». Увидев реакцию Лань Йинь Чжи, Лань Си чуть не потеряла сознание от гнева, потому что ответ, который она дала, означал одно, Чуфын сказал правду. «Младший Юцин, позволь мне сказать, не убивай ее». Лань Си закрыла глаза и сделала несколько глубоких вдоха прежде, чем сказать эти слова. Услышав ее, Лань Йинь Чжи тайно ликовала в своем сердце. Она думала, что ее старшая сестра действительно была готова ее пощадить ради сестринских отношений. Но, когда она услышала следующие слова, она пришла в недоумение. «Позволь мне самой позаботиться о ней». Внезапно Лань Си расширила глаза, и одновременно выстрелили два холодных, кровавых луча. Рука, полная боевой силы, направилась на нее, и после взрыва Лань Йинь Чжи разорвалась на мелкие кусочки. Она убила Лань Йинь Чжи всего одним ударом. Конечно, Лань Йинь Чжи не почувствовала боли прежде, чем умерла. Но Лань Си была другой. В своем сердце она определенно чувствовала боль. Чуфэн видел, что у нее после того, как за один миг убила Лань Йинь Чжи, по лицу текла слеза. Но независимо от того, как это произошло, Чуфэн был рад поступку Лань Си. Он знал, что Лань Си сделала все правильно. Она была необычным человеком. Несмотря на то, что она сильно скорбела, она быстро справилась с эмоциями и сказала Чуфэну. Мне звать тебя Уцином, или же Чуфэном? На самом деле, меня зовут Чуфэн, но, надеюсь, ты сохранишь этот секрет ради меня. Когда Чуфэн улыбнулся, он обратно вернул свой внешний облик. Хотя, по сравнению с обликом Уцина, этот казалось довольно молодым, более молодым. Если бы ты показал свой нынешний образ общественности, тогда в туманном пике, я уверена, что шторм, поднятый сейчас в регионе Восточного моря, был бы куда более огромным. Сладко улыбнулась Лань Си и затем добавила, «Не беспокойся, ты мне очень помог. Я помогу тебе скрыть то, что сегодня произошло». «Спасибо, старшая Лань Си». Чуфэн почтительно сложил кулаки. «Нет, если кто-то должен благодарить, то это я». Горько усмехнулась Лань Си. Когда она подумала о Лань Инджи, то почувствовала себя абсолютно идиоткой. Затем она посмотрела на земли дворца. Ее выражение мгновенно изменилось. Она быстро сказала Чуфэну, младший Чуфэн, почему их кровь не собирается на том формировании. Она права. Их кровь даже не попала на рисунок формации. Что нам теперь делать? Когда они услышали их слова, лица Суру и остальных сильно изменились. Они с шоком обнаружили то, что кровь Ван Луна и других, хотя текла по земле дворца, не могла попасть в контуры формации. С другой стороны, кровь из таинственного чудовищного зверя продолжала течь. В этот момент кровавый рисунок формации был почти завершен. Но когда Чуфэн посмотрел на это, его эмоции ничуть не изменились. Вместо этого он смотрел так, как будто это было ожидаемо, и сказал, слабо улыбаясь. Не надо паниковать, так и должно быть. Чуфэн, что ты имеешь в виду? Лань Си была в недоумении. Это ее сильно запутало. Я говорю, что это необычный алтарь. Когда этот чудовищный зверь умер, эта формация была активирована. Его нельзя остановить, объяснил Чуфэн. Тогда, если это необычный алтарь, то к чему были те слова? Лань Си была озадачена. Чуфэн улыбнулся еще шире, когда услышал вопрос Лань Си. Он сказал с легкой усмешкой, если бы я не сказал этого, то как бы Ван Лун и остальные атаковали меня так скоро и как бы я нашел подходящую причину, чтобы убить их. Глава 748. Королева выходит на сцену. Что это? После слов Чуфэна брови Лань Си сжались в ниточку. Она была довольно умна, поэтому уже поняла значение его слов. Чуфэн обладал силой, способной убить Ван Луна и остальных. В этом не было сомнений. Но, как Чуфэн и сказал прежде, должна существовать причина для убийства. Если один убьет другого без какого-либо основания, то он либо безумец, либо демон. Остальные этого не поймут, и убийца будет оплеван, обижен, его возненавидит. Например, если бы Чуфэн убил Ван Луна и остальных прежде, чем войти в центр тысячелетнего древнего города, Лань Си точно подумала бы, что он слишком жесток и возможно даже безумен. В глубине своего сердца она бы презирала Чуфэна за его действия. У нее не только бы поменялось впечатление о нем, но скорее всего он бы даже стал для нее врагом. Однако сперва Чуфэн спровоцировал Ван Луна, и после того, как тот раскрыл свою темную сторону, Чуфэн сделал ответный ход, убив его. Это было абсолютно обоснованно и заслуженно. Каждый мог понять Чуфэна и осознать, что он поступил правильно. Но таким образом Лань Си еще узнала, что Чуфэн был не так прост, как казался. Не только касательно его культивации, но и способа решения проблем. Чуфэна давным-давно посетила мысль избавиться от Ван Луна. Но сдержаться и обхитрить Ван Луна, контролировать его и заманить в ловушку. Методы Чуфэна действительно напугали и шокировали Лань Си. Она в полной мере осознала, на что способен Чуфэн. Старший брат Чуфэн, что нам делать теперь? Смотри. Кажется, те чудовищные звери вот-вот проснутся, сказал Цзянушан, глаза которого расширились от ужаса. Тем временем, двери огромного дворца оставались закрытыми, а на его территории находилось более тысячи чудовищных зверей уровня боевого владыки. Чуфэну и остальным уже приходилось видеть их силу прежде. Если один зверь был уже так могуч, невозможно вообразить, что же из себя представляет тысяча таких зверей. Между тем дремлющие чудовищные звери начали открывать глаза. Что же делать теперь? Хотя это и не алтарь, все же здесь есть выход из этой ситуации. Когда другие запаниковали, Чуфэн сохранял спокойствие, так как все шло так, как он предсказывал. Какой? Одновременно спросили Цзянушан и остальные. Убить всех чудовищных зверей и до конца активировать эту формацию из крови. После чего появится выход. Улыбнувшись, ответил Чуфэн. Что? Убить всех этих зверей? Разве это возможно? После его слов не только Цзянушан и остальные не поверили своим ушам, но и Ланьси, будучи боевым владыкой четвертого ранга, разинула рот от удивления. Она, имевшая опыт в сражениях с этими чудовищными зверями, очень хорошо знала, насколько они могущественны. И если бы ей тогда не помог Ван Лун, возможно она бы не смогла победить чудовищного зверя. Хоть она и была боевым владыкой четвертого ранга, а зверь – боевым владыкой третьего ранга, чудовищные звери обладают могущественной силой, способной сражаться с теми, кто превосходит их по уровню. Теперь же вокруг них было огромное множество чудовищных зверей. Хотя не все из них являлись боевыми владыками третьего ранга, но подавляющее большинство. Более того, в их рядах находились несколько боевых владык четвертого ранга. Следовательно, с точки зрения Ланьси желание убить чудовищных зверей было невыполнимо. Хаймым в этот момент Чуфын вдруг протянул свою руку и выпустил мощную духовную формацию, которая накрыла Ланьси. Суру, Сумы, Дзянушана и Чжан Тяньи. Чуфын, что ты делаешь? Увидев это, Ланьси и остальные изумились. Ланьси чувствовала, что Чуфын наложил непростую формацию. Она была невероятно могущественная, способная защитить их всех. Но, когда Чуфын накрыл формацией остальных, сам он оказался снаружи, что и заставило их осознать недостаток данной ситуации. Что я делаю? Конечно же я собираюсь позаботиться об этих чудовищных зверях. После этих слов в ладони Чуфына возникло внушительное боевое средство, незавершенное королевское оружие, меч драконьей метки. Нет, выпусти меня, я не позволю тебе сражаться с ними в одиночку, закричала Ланьси. В одиночку? Нет, я не буду сражаться в одиночку, спокойно улыбнувшись, ответил Чуфын. Пока остальные пытались понять, что имел в виду Чуфын, вдруг открылись ворота духовной формации, а именно ворота мирового духа. Оттуда вышла молодая леди, настолько прекрасная, что затмила великолепие Суру и Сумы. Это была яичка. Даже после стольких лет, когда Чуфын уже слегка утратил прелесть своей молодости, она оставалась все так же красива. Казалось, будто внешность яичка ни капли не изменилась. Ее взгляд были все так же мил и дружелюбен, а фигура все так же притягательна. Это она? Хотя Ланьси и остальные не узнали яичка, Чжан Тянья видел ее прежде. Он знал, что хоть она была и странным, но очень сильным мировым духом. После ее появления волнений Чжан Тянья слегка поубавилась, потому что Чуфын рассказывал ему, насколько она сильна. Однако Ланьси так не думала. Будучи боевым владыкой четвертого уровня и по совместительству мировой спиритисткой, она могла видеть, что хоть яичка и является весьма могущественным мировым духом, но она обладает силой боевого владыки лишь первого ранга. Даже мировые духи, принадлежащие Ланьси, превосходят яичка по силе, а, судя по снаряжению Чуфына, у него есть только она. Невольно Ланьси подумала, что Чуфын этого и добивался, сражения не на жизнь, а на смерть. Яичка же, ступив на землю своими белоснежными и тонкими ногами, проигнорировала Ланьси и остальных. Она гордо застыла, изогнувшись, и медленно раскрыла руки. Она лениво потянулась и зевнула. После этих обыденных, но привлекательных жестов, она ухмыльнулась, обнажая свою манящую улыбку. Так много высококачественных чудовищных зверей, судя по источнику энергии, уже скопившемуся в моем теле, если я опустошу их всех, возможно смогу совершить прорыв до боевого владыки второго ранга. Тем временем раздался яростный вой. Один из загадочных чудовизных зверей пробудился. Вслед за ним, завыли остальные звери. Все чудовищные звери, находящиеся во дворце, проснулись. Поднявшись, они тут же устремили свои кроваво-красные глаза в сторону Чуфына и остальных. После чего они двинулись вперед, под их шагами сотрясался весь дворец. Они яростно приближались к Чуфыну и остальным. В этот момент даже Ланси и остальные, укрытые духовной формацией, отступили и прижались друг к другу, переполненные страхом и тревогой. Они отчетливо ощущали, насколько ужасающими были эти чудовищные звери. Несмотря на то, что они были внутри духовной формации, они все равно чувствовали неописуемо ужасную ауру, витающую вокруг них, отнимающую возможность сбежать. Глава 749. Уничтожение чудовищных зверей. Более тысячи огромных, ужасающе могучих чудовищных зверей двигались вперед. От уровня их силы не только сотрясалась земля, казалось, будто они вот-вот всколыхнут всю вселенную. Если бы дворец не укрепляли духовные формации, вероятно, он бы рухнул от такой тряски. Чуфын, открой духовную формацию и выпусти меня. Я не могу позволить тебе умереть. Если ты не откроешь формацию, я сделаю это сама. Истерично вскричала Ланси. Она не верила, что Чуфын и Яичко, которая была слишком слабым мировым духом, смогут одолеть этих чудовищных зверей. Они бы точно умерли у нее на глазах. Так как они все равно погибнут, она хотела умереть с Чуфыном на поле боя, а не внутри духовной формации. Ты, однако, услышав слова Ланчи, Яичко окинула ее надменным взглядом и презрительно сказала. Забудь об этом. Хоть эти чудовищные звери не слишком сильны, тебе против них не выстоять. Что плохого в том, чтобы просто стоять там и ждать. Нет нужды выходить оттуда и устраивать неразбериху. Что ты имеешь в виду? Ланси пришла в ярость от того, как Яичко, боевая владыка первого ранга, осмелились говорить с ней. Она задала вопрос, недоумевая, что Яичко возомнила о себе. Тон Ланси ни капли не разозлил Яичко. Наоборот, она мило улыбнулась и ответила, подчеркивая каждое слово. Я сказала, что ты слишком слаба. Ты невероятно. Ты, боевой владыка первого ранга, смеешь дерзить мне? После слов Яичко, Ланси заскрежетала зубами от злости. Два недобрых огонька зажглись в ее красивых глазках. Она враждебно взглянула на Яичко. Однако с лица Яичко все так же не сходила улыбка, и она больше не обращала внимания на Ланси. Всем своим видом она давала понять, что ей нет до этого никакого дела. Более того, как только Яичко обернулось, темный газ бесконечным потоком хлынул из ее тела. Подобно извержению вулкана он выстрелил в воздух, и тут же полностью заслонил весь потолок дворца. Газообразная масса была темнее чернила и излучала своеобразную ауру. Более того, сила, сочащаяся из нее, заставляла сердца трепетать, а по всему телу проходил холодок. Ужасная, поистине пугающая сила. Могущественная, неописуемо могущественная. Сила, не виданная прежде, поэтому невероятно устрашающая. После того, как черный газ покрыл потолок, бесчисленные потоки газа закружились в урагане. В том месте, где газообразные массы бились о землю, поднялась ужасающая черная ударная волна. Как только она коснулась чудовищных зверей, раздались истошные крики. Их плоть и кровь в мгновение ока смешались в сплошное месиво. Тем временем черный ураган уже уничтожил несколько сотен чудовищных зверей. Яичко в одиночку полностью истребило некогда ужасную армию чудовищных зверей. А боги, не правда ли она слишком могущественна? Кто эта девушка? Раскрыв рот от удивления, спросил Тзянушин. Он обнаружил, что боевая мощь Яичко превосходит даже силу Чуфына. Чудовищные звери с практикой боевого владыки не только третьего ранга, но и четвертого ранга были бессильны в бою с ней. Как это возможно? Может ли она быть тем самым мировым духом Асуры из легенд? Изумился не только Тзянушин. Лань Си, пререкавшаяся с Яичком прежде, побледнела от ужаса. Сила Яичко шокировала ее. Могущественная сила, которую продемонстрировала Яичко, заставила Лань Си вспомнить о легендарном мировом духе, духе из духовного мира Асуры, который действительно упоминался только в легендах. Только это могло объяснить ее силу. Но мировой дух из духовного мира Асуры и вправду считался легендой. По крайней мере, на данный момент, в регионе Восточного моря, она никогда не слышала о мировом спиритисте, способном наладить контакт с мировым духом Асуры и заставить его последовать за собой. Неудивительно. Неудивительно, что Чуфын чувствовал себя так уверенно, и неудивительно, что этот мировой дух вел себя так надменно. Горько усмехнулась Лань Си, после того, как оправилась от удивления. Ей было неловко за свои недавние пререкания с Яичком. Между тем, когда она взглянула на Чуфына, в ее взгляде читались противоречивые эмоции. Чуфын, который уже занимал особое место в ее сердце, поднялся рангом выше из-за существования Яичка. Она ничего не могла с собой поделать, вздохнула и спросила. Ты, ты действительно гений нашего поколения? Мировой дух из духовного мира Асуры. Да, должно быть так, должно быть так. Ха-ха, что и ожидалось от большого брата Чуфына. Ты впрямь сумел заключить контракт с мировым духом из духовного мира Асуры. Ты, должно быть, знаешь, что единственный мировой дух, с которым я заключал сделку, был из духовного мира зверей, возликовал Цзянушан, услышав слова Лань Си. Хотя они оба были мировыми спиритистами, их силы разнились из-за их происхождения. В действительности мировые духи их духовного мира зверей не были слабыми, но не шли ни в какое сравнение с мировыми духами из духовного мира Асуры. Они стояли на совершенно разных уровнях. Если бы на их месте оказались обычные люди, они бы точно очень завидовали Чуфыну, потому что люди, сумевшие заключить контракт с мировым духом из духовного мира Асуры, вошли в историю и были весьма известными личностями в своем поколении. Но Цзянушан не чувствовал зависти. Наоборот, он ощущал небывалую радость, потому что Чуфын – его брат. Чем сильнее Чуфын становился, тем больше он ликовал. То же самое касается и Суроу, Сумы и Чжан Тяньи. Они все радовались за Чуфына, которому удалось заполучить такого цельного мирового духа. Яичко, ты потрясающе, как обычно. Но теперь лучше поскорее покончить с этим. Чуфын вновь увидел устрашающую мощь Яичко. Даже он восхищался ее уникальной силой. Однако, в тот момент он хотел как можно скорее завершить битву. Поэтому он взмахнул мечом, применив отменную технику меча драконьей метки, и бросился в толпу чудовищных зверей. В руках Чуфына меч драконьей метки представлял собой оружие, которое ничто не сможет остановить. Столкнувшись с чудовищными зверьми, он резал их на кусочки. Хоть Чуфын не был настолько жесток, как Яичко, все же он не уступал ей. Мгновением раньше Ланьси и остальные лицезрели силу Яичко. Теперь же они снова удивились силе Чуфына. Их даже посетила мысль, что возможно он бы сумел справиться с чудовищными зверьми в одиночку. Если до сих пор Ланьси не восхищалась Чуфыном, даже узнав о его контракте с мировым духом из духовного мира Асуры, то теперь она невероятно зауважала его. Своей огромной силой он доказал ей, что несмотря на невероятную мощь мирового духа из духовного мира Асуры, он абсолютно точно достоин быть его хозяином. Глава 750. Остатки трона. Помогая друг другу, Яичко и Чуфын моментально закончили сражение. Более тысячи чудовищных зверей были убиты. Те, которых уничтожил Чуфын, лежали с отрубленными головами и оторванными конечностями. Несмотря на массивность их тел, они не смогли выстоять против ударов Чуфына. Зверей, убитых Яичком, наоборот, едва можно было разглядеть. Когда черная ударная волна прошлась по ним, от них остались лишь кучи кровавого месива. Воочию наблюдая за битвой Чуфына и Яичко, после которой вокруг повсюду валялись трупы огромных чудовищных зверей, Суроу и остальные облегченно вздохнули. Теперь они полностью убедились в силе Чуфына. Хах, Чуфын, а я оказалась права. Добавив энергию этих чудовищных зверей к той, что уже скопилось в моем теле, я успешно стала боевой владыкой второго ранга. Хаха, неплохо, неплохо. Действительно неплохо. Впитав всю энергию чудовищных зверей, Яичко прорвалось на второй уровень боевых владык. Хотя этого и следовало ожидать, Яичко все равно невероятно радовалась. На ее очаровательном лице засияла улыбка, способная покорить любого. Наконец ты достигла моего уровня. Теперь мы оба боевые владыки второго ранга. Я легко могу выстоять против боевого владыки четвертого ранга, но боюсь, что не сумею противостоять владыке пятого ранга. Что насчет тебя? Какого уровня достигли твои боевые возможности? С любопытством поинтересовался Чуфин. Он знал, что его собственные боевые возможности уже были поразительными, но он также знал, что способности Яичко все же превосходили его. Поэтому ему на самом деле было интересно узнать, какого уровня достигла Яичко. В конце концов, существуют небеса выше небес, и люди выше других людей. Чуфин освоил эту истину, поэтому он отчетливо осознавал, что хотя его боевые способности и выше, чем у многих людей, но также существует множество других существ, которые сильнее него. Насчет этого будет неинтересно, если я скажу. Когда ты повстречаешь более сильного соперника, ты будешь знать, как я повлияю на битву в этом случае. Яичко обворожительно улыбнулось и даже шаловливо подмигнуло Чуфину. В итоге, она так и не ответила на его вопрос, сложив руки за спиной и развернувшись на своих белоснежных ногах, под взглядами собравшихся она подошла обратно к вратам мирового духа и, не обратив ни на кого внимания, вернулась обратно в мировое духовное пространство Чуфина. После исчезновения Яичко все посмотрели друг на друга. На их лицах виднелись невыразимые эмоции. Увидев силу мирового духа из духовного мира Асуры, они глубже познали истину выражения люди выше других людей. Они никогда прежде не видели ничего подобного Ауре, которую излучала Яичко, и Силе, которую она продемонстрировала. Такой тип силы не принадлежал этому миру, но он настолько могущественен, что не вызывал никаких сомнений. Самое время открыть вход. Надеюсь, это было последнее препятствие, иначе, боюсь, мы уже ничего не сумеем сделать. Хотя Чуфин убил довольно много чудовищных зверей, в действительности же с большим количеством из них справилась Яичко. В этот момент его лицо было в поту, а это означало, что он использовал слишком много своей силы. Если бы не помощь Яичко, вероятно, Чуфину не так сильно повезло бы в битве с чудовищными зверьми. Даже если бы он убил всех зверей, скорее всего, он был бы вынужден заплатить огромную цену. По крайней мере, сейчас он бы тоже стал месивом крови и плоти. Поэтому Чуфин отчаянно надеялся, что чудовищные звери были последними стражниками этого места, потому как если появится что-то еще, то Чуфин будет не в силах сражаться, а все предыдущие усилия окажутся напрасными. Чуфин опустил свои ладони и ударил по полу. В этот момент он впустил свою безудержную безграничную силу духа в формацию крови на поверхности земли. «Открывайся!» — закричал вдруг Чуфин, после чего резко поднял руки. Кровавый след формации, который был прикреплен к земле, тут же отделился и начал медленно подниматься. Тем времен весь дворец начало яростно трясти. Под сиянием крови формация продолжала сгущаться и меняться. Наконец она сошлась, образовав врата духовной формации. Эти врата отличались от всех тех, которые прежде видел Чуфин. Они повисли в воздухе, окруженные кроваво-красными символами. Их форма была необычной, но в то же время в какой-то степени совершенной. Старший брат Чуфин — это правда вход? Между тем, формация, укрывавшая от зянушина и остальных, рассеялась. Они, мешкая, глазели на ворота, повисшие в воздухе. Врата духовной формации действительно выглядели своеобразно. С первого взгляда невозможно было подумать, что это вход, ведущий к останкам. Скорее, это была дверь смерти, ведущая в загробный мир. Честно говоря, я и сам не уверен, но он это или нет, мы узнаем, лишь войдя туда. Ждите здесь, я скоро вернусь. После этих слов Чуфин напрягся и подпрыгнул вверх. Как острие ножа, он понесся к вратам духовной формации. Проникнув в них, он почувствовал, будто оказался в тоннеле пространства и времени. Он ощутил сбой в памяти, но это странное чувство длилось секунду, после чего исчезло. Когда все пришло в норму, Чуфин оказался глубоко внутри огромного дворца, который был сделан из костей бесчисленного множества чудовищных зверей. Судя по форме костей, Чуфин опознал, что они принадлежали загадочным чудовищным зверям. Однако скелеты, из которых состоял дворец, превосходили размеры тех чудовищных зверей, которых убил Чуфин. Можно было только гадать, какой же силой обладали эти звери во время своей жизни. Впрочем, без разницы, как они были сильны, ведь сейчас они не представляли никакой угрозы. Не только их источники энергии исчезли, даже оставшиеся останки использовались в качестве орнамента. В центре дворца находилась обширная духовная формация. Во все стороны она излучала сияние, озарявшее весь дворец ярким светом. Эта формация была создана силой королевской духовной формации. На данный момент она все еще отлично работала, и кажется, вмещала в себе бесформенную силу. Под этой формацией скрывался трон. На троне восседал человек. Он был облачен в броню, внушая другим чувство уверенности. К сожалению, он был мертв. Что же касается его брони, хотя она и выглядела внушительно, сейчас же она являлась не более, чем грудой металла. Она не представляла собой никакой ценности, поржавела и была полна изъянов. О боге. Этот ли загадочный человек уничтожил целый вид чудовищных зверей? Вдруг раздался изумленный и дрожащий голос. Обернувшись, Чуфен увидел, что Тзянушин и остальные вошли внутрь. Но на их лицах выражалось не только удивление. Также там была доля страха. Глава 751. Императорская родословная. Зачем вы вошли? Разве я не сказал ждать меня снаружи? Чуфен был слегка недоволен, увидев идущих к нему Тзянушина и остальных. Он не мог определить, есть ли здесь какие-либо скрытые ловушки, поэтому вошел первым, чтобы немного осмотреться. Он опасался, что внутри могут находиться опасности, способные навредить Тзянушину и остальным. Чуфен, не злись. Мы зашли как раз потому, что боялись, что здесь могут быть опасности. Мы не хотим каждый раз оставлять тебя с ними один на один. Мила улыбнулась с умой. Она подошла к Чуфену и застенчиво взяла его за руку. Да. Старший брат Чуфен, ты сам это говорил. Будучи братьями, мы обязаны делить все радости и печали. Мы не можем прятаться за твоей спиной в случае опасности, а потом делить добычу, быстро объяснил Тзянушин, опасаясь гнева Чуфена. Чуфен не мог сердиться на них. Он знал, о чем они думали. Они боялись, что он попадет в какую-нибудь безнадежную ситуацию. Они хотели разделить с ним свои жизни. Жить или умереть вместе. Ему повезло с такими хорошими братьями и любовницами. Как он мог злиться? Брат Ушан. У этого человека отсутствует источник энергии. Скелет абсолютно пуст. Я не могу обнаружить, откуда он прибыл и какой практикой обладал при жизни. Однако внутри формации над его головой содержится что-то неизвестное. Как ты считаешь, этот человек имел императорскую родословную? Или есть ли давление императорской родословной внутри формации над его головой? Спросил Чуфен Тзянушина. Тзянушин обладал королевской родословной. Он имел врожденное чутье на императорские родословные. Точнее, как раз императорская родословная давила на него, как король давит на своих подданных. Это он. Он точно обладатель императорской родословной. Несомненно, внутри формации императорская родословная. Я уверен. На лице Цзянушина читалось смятение. С одной стороны, его охватило неукротимое волнение и эмоции. Но с другой стороны, он ощущал неконтролируемый страх и ужас. Причиной этому была императорская родословная. Он мечтал обладать ею. Но в то же время она была чем-то запредельным для него. И он не смог бы ее осквернить. Если он не добьется успеха, пытаясь овладеть ею, он погибнет. Но даже ценой собственной жизни он жаждал попробовать. Как я и думала, вы стремитесь к этой императорской родословной. Услышав их разговор, Ланьси тут же раскрыла их намерение. Она торжественно напомнила. Чуфен, я должна предупредить тебя, что императорская родословная не является сокровищем региона Восточного моря. Я слышала, что она появляется только на Святой Земле воинственности. Даже на Святой Земле императорская родословная считается невероятно могущественной. Выражаясь точнее, это не тот предмет, которым мы в состоянии овладеть. Или, по крайней мере, с нашими силами лучше вообще ее не трогать. В конце концов, скорее всего, именно этот человек истребил целый род чудовищных зверей. Хоть он и мертв несколько тысяч лет, лучше оставить в покое эксперта, обладающего императорской родословной. Старшая Ланьси, благодарю тебя за предостережение, но я думаю, что мы теперь можем решить, касаться его или нет, ответил Чуфен, слабо улыбнувшись. Сперва Ланьси смутилась из-за слов Чуфен, но, когда формация, наложенная королевским мировым спиритистам, начала беспрерывно вздыматься и опускаться, ослепляя всех, Ланьси побледнела. Сейчас же, все уходим, закричал Чуфен. Но было слишком поздно. Как только он произнес эти слова, формация пришла в действие, выпустив газообразную массу. Она выглядела необычно. Масса напоминала бесконечную цепь гор, надвигающуюся на них. Также, ее можно было сравнить с метеором, настолько огромным, способным разрушить и обратить в руины все на своем пути. Она была сродни гигантской волне, касающейся небес, укрывающей землю, поглощающей все. Но вой, вой, казалось, принадлежал зверям из древнейшей эпохи, не существовавшим никогда прежде, готовым порвать их на кусочки. Эта сила воплощала в себе всевозможные могущественные вещи. Она на самом деле была невероятно сильна. Как Тзянушин и остальные смогли бы сбежать, столкнувшись с такой мощью. Они все были связаны давлением. Они стояли как вкопанные и дрожали, не в силах пошевельнуться. На лбу Тзянушина выступили капли пота, он побледнел. Королевская родословная появилась на его на его лбу, но это был лишь слабый отблеск того, что она обычно собой представляла. Куда делась вся его слава? Казалось, будто от прежде видного короля остался лишь обычный простолюдин. Тзянушин с хлопком уполниц перед золотистой газообразной массой, преграждающей его путь. Кланясь, он приговаривал. Чуфын «Обладатель королевской родословной» родословной. Неудивительно, что она так осведомлена обо всяких тонкостях императорской родословной. В данной ситуации Чуффен также выяснил, что императорская родословная имеет внушительную власть над обладателями королевской родословной, она полностью их контролирует, но, в то же время ему хотелось узнать, является ли сила в его теле силой родословной. Между тем все находились в подвешенном состоянии из-за давления газообразной массы, Но хоть они и утратили контроль над своими эмоциями, Чуффен сохранял изначальное спокойствие. Не только шесть молний в его теле оставались неподвижны, все еще дремля, даже три молнии в его крови не были затронуты. Это означало, что императорская родословная никак не воздействовала на его тело. Точнее, молнии в его теле не поддавались ее влиянию. Осознав это, Чуффен сделал несколько шагов вперед, приблизившись к Дзянушину и остальным. Более того, он выпустил свое собственное давление, накрыв им остальных. Давление – недуховную формацию. Он поступил так, потому что почувствовал, что в теперешней ситуации его уникальное давление, возможно, окажет им большее содействие. Что? Что со мной случилось? Как и следовало ожидать, тела Дзянушина и Ланси задрожали, как только давление Чуффена окутало их. Они тут же пришли в себя, ощутив неловкость за свои действия. Чуффен закричали одновременно с Уроу и Сумой. Этот крик привлек внимание Дзянушина и Ланси. Они, подняв головы, быстро обернулись в сторону Суроу и Сумой. Только тогда они заметили, что весьма ужасающая газообразная масса надвигается на них. Трепещущая в его теле королевская родословная отчетливо говорила Дзянушину о том, что это и есть та самая императорская родословная, которую он так отчаянно искал и которой мечтал овладеть. Однако в этот момент влияние императорской родословной на них оказалось незначительным. Причиной этому был человек, стоявший впереди них. Он блокировал воздействие родословной, и этим человеком был никто иной как Чуффен. Старший брат Чуффен вдруг истерично вскричал Дзянушин. Королевская родословная в его теле говорила ему о том, что императорская родословная в ярости. Ее разозлил поступок Чуффена, и она готовилась наказать его. Она собиралась напасть на него со всей мощью императорской родословной. Опасность нависла над Чуффеном. Он оказался на грани жизни и смерти. Глава 752. Пробуждение божественной молнии. Казалось, будто императорская родословная и впрямь обладает интеллектом. Она считала, что Чуффен бросил ей вызов. Тем временем вся газообразная масса родословной вспенилась. Невероятно свирепая мощь надвигалась на Чуффена. Она была сродни жестокому зверю, жаждавшему разорвать Чуффена на кусочки. Если бы, столкнувшись с такой неистовой силой, Чуффен сказал, что он не боится, прозвучало бы абсурдно. В конце концов, будучи мировым спиритистом, он мог в полной мере ощутить всю ее мощь. Даже существо, стоящее на высшем уровне сферы боевого владыки, не смогло бы отразить нападение императорской родословной. Но теперь уже он не мог отступать. Ему оставалось лишь стоять впереди Цзянушана и остальных, так как если бы он отошел, они бы наверняка погибли. Кроме того, Чуффен чувствовал некую уверенность. Он ощущал, что божественная молния в его теле, являлась ли она унаследованной родословной или нет, все же превосходила императорскую родословную. Если бы хозяин императорской родословной находился здесь, тогда бы Чуффен был бессилен. В конце концов, хозяин смог бы взять родословную под контроль и расправиться с Чуффеном. Однако в этот момент разум у императорской родословной отсутствовал. Во время атаки она полагалась исключительно на себя. Именно поэтому Чуффен чувствовал, что божественная молния в состоянии подавить императорскую родословную. Как только императорская родословная вознамерилась напасть, девять огромных молниеносных зверей в теле Чуффена резко пробудились. Тем времен аура, принадлежащая не этому миру, вырвалась из тела Чуффена. Как только это произошло, раздался оглушительный рев. Когда звук затих, императорская родословная была на грани того, чтобы врезаться в него, раскидав в разные стороны. Однако она издавала робкий звук, будто была испугана. Что это? Тзянушин и остальные не могли не слышать рев внутри Чуффена, не ощущать хаотическую ауру внутри его тела. Однако они видели, что императорская родословная выглядела напуганной. Напуганной кем? Очевидно, к этому был причастен Чуффен. В итоге, они, будучи до смерти перепуганными, открыли рты от удивления, не веря тому, что происходит на их глазах. Но когда каждый вглядывался, недоуменно пытаясь понять, что происходит, бесформенная императорская родословная остекалась и сгущалась, приняв наконец человеческие очертания. Перед ними стоял мужчина средних лет. Его длинные волосы спадали на его плечи и развивались, несмотря на отсутствие ветра. Он был снаряжен оружием и вел себя весьма необычно. Его броня выглядела точно так же, как та, что была надета на останках на троне. Кроме того, теперь она излучала золотистый свет. Несомненно, перед ними предстал образ, сотворенный императорской родословной. Но бесспорно этот образ обладал интеллектом. Он висел в воздухе, пристально уставившись своими орлиными глазками на Чуффена. Они были полны изумления, но, если вглядеться еще более внимательно, можно было обнаружить толику страха, скрывающуюся за удивлением. Толику глубокого страха. Как тебя зовут? Вдруг заговорил мужчина средних лет. Младший Чуффен. Господин, могу ли я поинтересоваться, вы хозяин этого места? Спросил Чуффен, перед чем вежливо поклонился. Твоя фамилия Чу? Услышав ответ Чуффена, мужчина слегка нахмурился и глубоко задумался. Господин, вы знаете людей из моей семьи Чу? Быстро спросил Чуффен, увидев реакцию мужчины. Он задал ему этот вопрос, потому что этот мужчина действительно обладал императорской родословной, поэтому, вполне вероятно, является родом из святой земли воинственности и может знать что-то о его прошлом. Однако к разочарованию Чуффена мужчина отрицательно мотнул головой и спросил. Ты раскрыл формации, наложенные мной? Да, господин, я действительно раскрыл ваши формации, правдиво ответил Чуффен. Впечатляет. Но, к сожалению, оставленная мною императорская родословная абсолютно бесполезна для тебя. Думаю, ты хочешь отдать ее тем двум людям, не так ли? Мужчина средних лет казал на Цзянушана и Ланьси. Очевидно он знал, кем они были. Это Чуффен слегка колебался. Он не знал, что ответить. Он понимал, что скорее всего этот мужчина истребил всех чудовищных зверей. Также он уже умер. Находящийся здесь образ был всего лишь частичкой его души. Для Чуффена он не представлял никакой опасности. И как этот фрагмент души сейчас появился здесь, так же быстро он исчезнет. Что означало, если Чуффен и остальные не сделают ничего, так как мужчина был уже мертв. Образ, оставшийся после него, немедленно испарится. Единственной вещью, которая останется, будет императорская родословная, и остальные могут овладеть ею. Но в данный момент душа мужчины все еще присутствует здесь. С их стороны было бы не очень красиво говорить, что они пришли только за его родословной. Не стоит ничего смущаться. Причина, по которой я приложил столько усилий для того, чтобы оставить после себя эту родословную, кроется в том, что я хотел завещать ее человеку, принадлежащему региону Восточного моря. По легкой улыбке, мелькнувшей на лице мужчине, казалось, будто он читает мысли Чуффена. Тогда, господин, могу ли я даровать вашу императорскую родословную своему другу? Для него ваша родословная действительно слишком важна, попросил Чуффен. Честно говоря, оставляя свою родословную, я не хотел прекращения ее наследования. Я надеялся, что кто-нибудь сможет получить мою силу и продолжит передавать ее, поэтому многие годы моих тренировок не уйдут впустую. Но, обдумывая это, я решил, что отдав ее кому-то определенному, облегчу задачу этому человеку. Поэтому я наложил эту формацию, с целью найти человека, достойного владеть императорской родословной. Не важно сколько бы я прождал, главное, чтобы этот человек был достаточно умелым. Но, к сожалению, тот человек, которого я ждал так долго, обладает силой более могущественной, чем моя родословная. Моя императорская родословная никак не поможет тебя, а та вещь в твоем теле даже не впустит ее. Однако те двое, которые хотят обладать ею, не настолько подходит. Горькая улыбка появилась на лице мужчина, пока он говорил, после чего он, вздохнув, продолжил. Я тщательно накладывал эту формацию, оставил часть своей души и прождал долгие тысячелетия. Наконец, появился человек, который смог пробиться через мою формацию. Но моя императорская родословная не подходит его телу. Какая жалость, какая жалость. Но как бы там ни было, так как ты прошел через мою формацию и хочешь осчастливить других, я не возражаю. Я использую свои последние силы, чтобы провести императорскую родословную в тело твоего друга. Но моя родословная может быть дарована только одному человеку. Из них двоих ты можешь выбрать одного. Ты должен принять решение. Ушан, принять решение не составило Чуфину никакого труда, поэтому он взглянул на Тзянушана. Младший Тзянушан оказывает свое почтение господину. Тзянушан быстро подошел, встал на колени и поклонился образу. Тзянушан, хах, в этом случае, у нас есть интересные сходства. Услышав имя Тзянушана, обида на лице мужчины весьма уменьшилась. Многозначительно взглянув на Чуфина, он обратился к Тзянушану. Мальчик, тебе на самом деле повезло с таким хорошим братом. После этих слов очертания мужчины вспыхнули, обратившись в яркое золотистое свечение, которое прямиком вошло в грудь Тзянушана. Глава 753. Просьба. Ах, когда родословная вошла в его тело, Тзянушан испустил болезненный крик. Это был очень мощный крик, как будто резали свинью. Но его нельзя винить за это. После того, как императорская родословная вошла в его тело, все видели, как он изменялся снаружи и внутри. Однако, это было к лучшему. Символ короля на его лбу стал очень ярким. В конце концов, он начал меняться с короля на императора. Пока оно трансформировалось, поведение Тзянушана также изменялось. Даже его аура начала быстро меняться. Эти изменения вскоре прекратились. Когда тело Тзянушана перестало меняться, его аура увеличилась на два уровня. Его аура была как у Джан Тяньи, восьмой уровень сферы небес. Брат Ушан, поздравляю с получением императорской родословной. Теперь я буду стараться перегнать тебя по уровню. Ха-ха. Джан Тяньи подошел и поздравил Тзянушана. Брат Ушан, поздравляем. С Уроу и Сумы подошли, чтобы поздравить его. Императорская родословная. Вы единственный человек в регионе Восточного моря, имеющий ее. Но счастье ли это или несчастье? Если это станет известно, вы определенно будете получать большие ресурсы от Академии. В то же время, однако, на вас будут охотиться кланы с унаследованной родословной, чтобы забрать вашу. Так что лучше заранее подумать обо всем, что касается императорской родословной. Нужно обдумать и решить, оставлять ли это в тайне или нет. Даже Ланьси подошла. Но она не поздравила его, а всего лишь напомнила. Его брови нахмурились после ее слов, так как, действительно, надо было подумать о плюсах и минусах. Так как есть люди, которые готовы предоставить тебе свои ресурсы, ты должен этим воспользоваться. В противном случае, не будет ли это тратой шанса? Кроме того, в Академии четырех морей не сидят дураки. Им не нужно объявлять, что в Академии есть человек с императорской родословной. Это привлечет лишь зависть. Таким образом, будет лучше, если Академия будет тайно развивать брата Ушена. Кроме того, даже если это будет известно, вряд ли найдутся кланы, которые ищут себе неприятности. Как раз в тот момент, Чуффен заговорил. Его слова немного успокоили Цзянюшена и дали ему два пути на выбор. Брат Ушен, твое тело уже привыкло к ней? Нет ли дискомфорта? Чуффена больше беспокоило нынешнее состояние Цзянюшена. Нет, все просто прекрасно. Я еще никогда не чувствовал себя так хорошо. Старший брат Чуффен, я никогда не забуду услугу, которую ты мне оказал. Чего бы ты не пожелал. Если ты мне, брат, не говори таких слов, иначе я разозлюсь. Прежде чем дать Цзянюшену закончить, он его оборвал. Он помогал ему потому, что он был его братом, а не потому, что тот его попросил. Чуффен, ты сказал, что он должен раскрыть все карты перед Академией, но что им следует сказать? Чжан Тяньи подошел и спросил. Это довольно легко. Вам просто нужно немного изменить правду. Но это означает, что вы все должны говорить одно и то же. Чуффен посмотрел на Цзянюшена и спросил. Ты доверяешь своему инструктору? Да. Мой инструктор относится ко мне очень хорошо. Я полностью доверяю ему, ответил Цзянюшен. Тогда отлично. Просто скажи это своему инструктору. Кроме того, что касается Ван Луна и других, мы должны найти оправдание. После этого, Чуффен сочинил ложную историю, про то, как Ван Лун и другие столкнулись с неудачными обстоятельствами и про то, как Цзянюшен получил императорскую родословную. Ланси видела, как Чуффен, самый младший из них, стал их опорой и сложные чувства отразились в ее глазах. Чуффен ее впечатлил. Даже не упоминая его силу, даже его разум был куда острее, чем у нее. Она также не забыла, что сказал ей человек средних лет. В теле Чуффена было что-то еще более мощное, чем императорское родословное. После этого Чуффен и остальные ушли. Когда они вернулись во дворец, который был полон трупов чудовищных зверей, они увидели, что закрытый выход теперь был вновь открыт. Однако, когда они покинули центр древнего города и вернулись в разрушенный древний город, они обнаружили, что дверь не собиралась закрываться. Она, видимо, останется открытой на века. Это совпало с прогнозами Чуффена. Он знал, что она не закроется, поэтому он сказал Цзянюшену раскрыть все карты, их больше нельзя было скрыть. Чуффен также придумал историю о том, что случилось внутри того города. Когда Чуффен и остальные покинули тысячелетний древний город и сказали старшинам Академии Четырех Марий о том, что произошло, они были шокированы. Они мгновенно организовали группу старейшин для расследования этого дела. Около сотни старейшин были шокированы, увидев множество больших трупов во дворце. Глава старейшин был главой десяти божественных инструкторов, Тайкау. Лорд Тайкау. Эти ученики сказали, что все звери здесь были убиты одним сознанием. Вы думаете, что это правда? Сказал старший, сила которого была одной из сильнейших, после некоторых наблюдений. Он спрашивал совета у Тайкау. Хотя он и несколько других старейшин имели высокий статус и силу в Академии, они могли только преклониться перед Тайкау. Все зависело от решения Тайкау. Центр этого тысячелетнего древнего города был запечатан на протяжении многих лет, но из-за этих детей он вновь открыт. Уже не важно, что именно здесь произошло. Важно, однако, что те дети, которые пережили это, должны были получить какие-нибудь знания. Кроме того, это все секретная информация. За исключением главы Академии, об этом никому не говорить. Если я узнаю, что кто-то проговорится, я убью его. Сказал Тайкау, подчеркивая каждое слово. Его тон был полон могущества, что заставило всех повиноваться ему. Да, сэр. Какой старший посмеет пойти против слова Тайкау? Все запомнили его слова и знали, что они не могут говорить об этом. Иначе, их ждет жалкая смерть. Чуфын и другие знали не так много о событиях, происходящих на территории, тысячелетнего древнего города. Они были полностью истощены. Поэтому, они все вернулись в свои резиденции. Поскольку Академия Четырех Марий не была их домом, они должны были следовать правилам. Например, они не могут долго находиться на территориях других людей. Таким образом, они должны были вернуться в свои резиденции. Но у Чуфына не было резиденции. Таким образом, он направился к резиденции Тайкау. Он сделал это, чтобы поблагодарить старейшину за оказанную услугу. Также, у него была просьба. Глава 754. Сумы и в беде. Чуфын прибыл в резиденцию Тайкау, но обнаружил, что его там не было. Однако на двери висела записка. На ней было написано. Чуфын, если придешь ты, пожалуйста, подожди несколько часов. Хотя Чуфын не знал, куда пошел Тайкау, Тайкау очевидно знал, что Чуфын придет, чтобы найти его. Так как Тайкау сказал ему подождать, то естественно, что у него не было выбора, кроме как выполнить его просьбу. Таким образом, он сел, скрестив ноги, и стал ждать Тайкау около хижины. Однако такое ожидание продлилось не несколько часов. Чуфын ждал всю ночь, прямо до утра, потом до обеда, но Тайкау еще не вернулся. Несмотря на это, Чуфын даже не двинулся. Он поклялся ждать Тайкау. Именно потому, что он уходил из Академии Четырех Марий после просьбы Тайкау. Хотя было еще несколько дней до запланированной битвы с тремя преемниками Четырех Защитников, он не мог быть уверен, что запланированный бой был настоящим. Поэтому, было лучше прибыть туда пораньше и ознакомиться с общей ситуацией. Из-за этого, он готовился увидеть Тайкау, а затем встретиться с Суроу и другими, после чего покинуть Академию Четырех Марий. Ха-ха, мне жаль, Чуфын. У меня были дела, я заставил тебя ждать. Вдруг довольно пристыженный голос раздался позади Чуфына. Это был Тайкау. Из-за этого Чуфын немного удивился. Даже со своей нынешней силой, Тайкау был в состоянии появиться за ним без единого звука. Старик действительно обладал большим уровнем силы. Старший Тайкау, вы действительно слишком вежливы. Я на самом деле прождал не так уж и долго. Чуфын торопливо встал и поклонился Тайкау. С тех пор, как Тайкау помог ему с проблемами за пределами тысячелетнего древнего города, Чуфын стал гораздо лучшего мнения о Тайкау. И мы, разве ты не пришел сюда сразу после того, как покинул тысячелетний древний город? Сказал Тайкау с улыбкой, как если бы он уже видел Чуфына. Я. Чуфын был немного в растерянности. Он чувствовал, что Тайкау знал некоторые вещи. Ха-ха, Чуфын, у тебя должно быть, ко мне дело, правильно? Сказал Тайкау прямолинейно. Разница между отношением к Чуфыну и другим было как расстояние между небом и землей. Старший. Мы встретились лишь по случайному совпадению, но помощь, которую вы мне там оказали, бесценна. Я приехал сюда сегодня, чтобы отблагодарить вас, Старший. В будущем, если будет что-то, в чем вам понадобится моя помощь, я сделаю все возможное, чтобы помочь вам, чтобы вернуть вам долг. Чуфын еще раз поклонился. Это была благодарность, которую он чувствовал в глубине его сердца. Ха-ха, это довольно легко, если ты хочешь отдать мне долг. Просто стань моим учеником. Тайкау сказал с улыбкой это. Когда он услышал эти слова, лицо Чуфына покраснело, потому что он действительно не знал, как ответить. Логически говоря, с его силой, Тайкау был квалифицирован, чтобы стать мастером Чуфына. Кроме того, Тайкау оказал ему услугу. Ведь человек, имеющий несколько мастеров, не считается аморальным. До тех пор, пока мастер хотел иметь его как ученика, не было никаких проблем. Но это не имело значения, поскольку Чуфыну не нравилось иметь новых мастеров. Смысл этого слова был для него очень глубоким и человек не мог просто так взять и стать мастером. Ха-ха, ладно, я не стану усложнять тебе жизнь. Слушай, я помог тебе, потому что ты оставил хорошие впечатления о себе. Я решил сделать это сам. Я сделал это совершенно добровольно. Таким образом, тебе не нужно беспокоиться. Хотя...